Здравствуйте, уважаемые коллеги и друзья. Меня зовут Дмитрий, фамилия моя Комяков. Андрей Ильич меня представил. Я директором являюсь в степени демографии на границе регионального развития. Сооснователь русского кооперативного общества. Эксперт, наверное. Я представился. Я думаю, что я буду лекцию сегодняшнего оплаты делать лучше сидя, потому что, мне кажется, мы так больше сохраним атмосферу живого общения. И не хотелось бы, чтобы это были какие-то докладные стратегии, но лучше больше пообщаемся. Потому что общение, оно бесценно. Если бы мы не согласны. Значит, тема предполагаемого, скажем так, доклада – информационно-этические аспекты новой модели кооперативного со-развития. Вообще, мы немножко проголосовствуем с вами, да, и поговорим, скажем так, о смыслах, о природе с мироздания, о больших субстанциях, как Бог, человек, мир вообще, да. Ну, позвольте начать тогда. Я, наверное, не буду очень влюбляться в разбор тех вещей, о которых я говорю, потому что лучше мы с вами потом в живом общении все это обсудим. Ну, вот хотелось бы начать с такого взгляда, наверное, что мы живем в мире, созданном из противоположностей, единых, о своем психотомическом делении, ну, на самом деле, куда-нибудь посмотреть, да. В принципе, все так организованно, и мы живем в мире таких диполий, шкал, линеек, да, имеющих противоположности, но все из этого состоит. Можно посмотреть, да, ну, начиная там с электромиминетизма, да, положительного, касательного заряда, то есть холюса, какой-то гинетизма, биологии, да, все, практически, живые организмы, это мужской и женский повод, да, то, что дает начало жизни. Масса философских категорий с этим связана, там, свет, тьма и все что угодно, психоанализы, материнское, отцовское начало. Ну, на самом деле, здесь в этом есть глубокий смысл, и об этом стоит действительно немножко задумываться, потому что вот такое построение мира, да, оно позволяет появляться потенциалам, которые являются движущими силами, да, именно наличие отрицательного и положительного заряда, оно формирует между собой некий потенциал, который, из которого образуется движение, сила, из которого образуется, движущая, да, а именно движение, изменение, наличие потенциальных полей, и формирует, в общем-то, существующий мир, видимый, осязаемый мир, в котором живем, существуем, действуем. Кстати говоря, вот мы за нашим крупным столом, секцией живого развития, обращался за внимание, не раз поднимался вопрос, что христианская этика говорит о том, что благодетель с грехами возможен. И человеку, живущему в обыденности, это часто кажется парадоксальным, но если посмотреть на вещи под таким углом, что по-большому счету все состоит из противоположностей, ну, в общем-то, это становится вполне логично, объяснимо и понятно, потому что, чтобы какое-то явление проявилось, оно должно иметь стыд противоположность, оно должно иметь фон точно так же, как если мы Солнце посветим на Землю лазерной каске, естественно, мы не первым светом не увидим, да, потому что он будет закрыт гораздо более мощным фоном. Если мы посветим с темной страной Луны, то, естественно, мы увидим, да. И так же, как и для свежей необходимы тьма, так же и для уродителей, она, соответственно, дабы быть проявлены, тоже должна иметь свое противоположность. Но это было такое небольшое введение преамбула, да, в которое просто хотелось обратить ваше внимание, потому что в дальнейших наших логических построениях мы будем к этим моментам очень сильно относиться и оперировать. Теперь давайте немножко о таких вещах, как Бог и человек, да. Говоря о Боге, да, говоря о Боге, меня критиковали за ту пронавирус, которую я в этой работе использовал, но все-таки я ее повторю. Я хочу ее повторить так, но мы потом ее обсудим. Я в данном случае, говоря о Боге, мы говорим об этом общим принципам, уделяющим законы его устройства и развития. И вопросы все о том, обладает ли он индивидуальностью, самостью, личностью, существует ли у него некий план, замысел. Мы просто их сегодня оставим за рамками нашего обсуждения, и вот мы будем говорить о нем в первую очередь именно как о неком едином принципу мироздания, который, образ которого он нашел свое отражение в различных религиозных учениях великих, которые мы знаем, но в первую очередь мы, конечно, будем апеллировать к христианскому, ну, христианские этики, христианские учения. Ну и также индуизм, ислам, наиболее современная, наиболее рациональная религия с точки зрения применимости в жизни человеческой. Так вот, значит, что хотелось бы сказать, что если мы посмотрим на сущность всех основных теологических трактатов, священных книг, писаний, то мы найдем такой интересный момент, что практически все они так или иначе говорят, что? Они говорят, что человек должен избавиться от иллюзорности, избавиться от иллюзий, которые заслоняют от него некий единый принцип бытия, и все страдания и мучения, которые человек испытывает на своем жизненном пути, они значительно, если не в главной степени, определяются именно тем, что он дистанцирован от некого абсолюта, от единения с Богом, от теми самыми иллюзорностями, которые, ну, как мы знаем, в индуизме это майя называется, ну, даже мы сейчас не будем разбираться, пытаться разобраться с этими самыми иллюзорностями, ну, важно, да, важно, о чем я хочу сказать, это именно вот это противопоставление человеческого бытия и невозможности в мире запеленной иллюзий прийти к абсолюту. Был такой, я не знаю, знаете ли вы его или нет, очень интересный, такой тоже этико-философский проект, проект И, да, он был, появился, по-моему, в 2012 году, и там очень серьезная часть этого труда, она была посвящена как раз противопоставлению идеализма, вообще основанного на теологических подходах, и гуманистического взгляда, причем гуманистический взгляд там трактовался именно как философское учение, которое ставит во главу всего человека, что у человека есть величайшая ценность, и как бы Бог отринут, и просто вообще растворенный выбор. Мы тут, на самом деле, можем не совсем соглашаться с самой постановкой вопроса, потому что, если почитать основоположников гуманизма, оно очень трудно согласиться с тем, что они исключают Бога как такового из сфер, смотря, но это далеко не так, на самом деле. Многие из них были и сами богословами, и проповедниками именно учений геологического толка. Ну, в общем-то, мы не об этом, а о том, что там достаточно мощно, с точки зрения просто обычной логики, скажем, обосновывается просто невозможность существования Вселенной в ее бесконечности, как бесконечность субстанции и бесконечность времени ее существования. То есть, на самом деле, конечно, я просто не хочу сейчас углубляться, потому что там очень мой мощный трактат, очень большой. Но давайте будем исходить из того понимания, что все-таки нельзя считать, что Вселенная существовала всегда, и все-таки момент ее создания, творения, он присутствует. И второй очень интересный момент, заключенный в том проекте, о котором я говорил, это рассуждение о том, может ли Бог, понимаемый как некий идеал, развиваться. Это нам важно с вами с той точки зрения, потому что мы будем говорить все-таки о развитии человека, о развитии человеческого сообщества. И если мы полагаем все же, что человек есть некий субъект, сотворенный по образу и подобию Божьему, то надо, соответственно, понимать, каким образом, да, можно ли говорить о развитии идеала Бога, да? И очень интересная, мне кажется, гипотеза о том, что как может развиваться идеал, если он идеален, да? Развиваться он может только размножением своих сущностей, увеличением самого себя. То есть он может развиваться, в первую очередь, количественно. Дай вам надо речь. Коллеги, технический момент. Никто машину не поставил на вот этом трактваре в высотке. Возят? Доктор Брэмли. Вот, да. Вот это Мерседес Мичей, да? Никто там такой машин. Как Мичей? Пошли вовремя на Ничей. Слажаем. Хорошо. На эти Ничей Мерседес. Вот. Ну и, кстати говоря, это постулат, почему я тоже обратил ваше внимание на него, потому что, на самом деле, он тоже подводит нас к тому, что человек есть Сын Божий и собран, созданный по образу и подобию Бога, но совершит грехопадение, которое, мы знаем, в библейском символизме отражено, за что он был отторжен, издан из рая, вернуться куда обратно он не может, хирургимы его туда угленными мечами не пускают, но все равно цель движения человека это возврат туда. И вот эти хирургимы в образе иллюзии мира, они ему на этом пути мешают человеку. Но давайте как бы посмотрим еще на такой интересный момент, что же такое вот этот принцип Бога, о котором говорят все эти учения. на самом деле это, конечно, очень большой предмет исследования, да, я вот привел некую свою такую компиляцию, да, ну, относитесь к мне, пожалуйста, только как к версии, безусловно, не более того. Просто я посмотрел, да, на основные учения, на самом деле очень-очень много общего, но об этом много сказано, и я бы тоже хотел бы в это углубляться, но и все-таки, да, вот есть две группы таких догматических принципов, всеми основными книгами они продвигаются и устанавливаются. Первое, это некие такие вневременные постулаты, которые описывают, ну, наверное, самого Бога, самого вот этого божественного, и говорится всегда о следующем, что нет другой истины, кроме естественного принципа мироустройства, прими его, исследуй ему, не делай противного ему, не сотвори иного, не вери в оно, а также не сотвори пример, и вот это все из этой истории, скажем так, да, и второе, это некие назидания, которые даются человеку в силу его особенной сущности, наличие у него самосознания, что выделяет его из всех прочих мирских сутей, и это вот следующие вещи, такие как возлюбить ближних своих, творить добро, не делай никому зла, не желая, не приписывая чужого, не присваивая их, не искажая истины, не убивая. Здесь я бы просил вас особенно обратить внимание на не искажая истины, потому что это очень важный момент в дальнейшей логике нашего повествования, о котором на самом деле часто забывают. В христианстве этики известная заповедь не лжесвидетельствует, являющаясь одним из смертных грехов. Но тем не менее человек, к сожалению, часто об этом забывает. Но давайте продолжим. Теперь вот как бы следующее. Конечно, говоря, проходясь сейчас немножко о этических основах, человеческой жизни, нельзя, наверное, как раз не коснуться вопросов гуманизма. Гуманистическая этика, она прописана в основном философскими трудами, многочисленными, не буду их перечислять. и здесь очень выделяется, да, говоря о гуманизме, особенно о неогуманизме, о немецких философских школах начала XX века, там тот же самый Фрейд, Эрик, Хром, и вся эта комборта замечательная. Конечно, нельзя не упомянуть о том, что все это рука об руку всегда идет с психоанализом. Это как раз такие психоаналитические основы, и очень многое было сделано в плане анализа человеческой психики, разума, рассудка, каким образом это устроено, каким образом это идет, и одной из базовых категорий является опять же такое дихотомическое отделение, дихотомическое мы всегда помним, что это отделение целого, нечто-то целого, да, на материнское и отцовское начало. Считается неогуманизмом, тем же базовым психоанализом, научным, что материнское начало, оно ответственно как бы за такие понятия, как природа, традиция, любовь, равенство, информация. Отцовское, такое патроналистское, патриархальное, это человек, прогресс, справедливость, индивидуализм, логика. Мы очень часто говорим о необходимости соблюдения и поддержания гармонии. Мы говорим о том, что залог здравости, конструктивизма вообще-то гармонии. Но редко конкретизируем, что же мы имеем в виду. И вот мне бы хотелось как вариант для наших дальнейших, может быть, работ и рассуждений сказать, что именно между этими вещами очень необходима поддержание гармонии. По очень простым основаниям, скажем так, потому что все виды психических расстройств, если бы у нас были за столом врачи-психиатры, они бы меня сейчас с удовольствием поддержали, если бы я однократно эту тему обсуждал. Все виды психических расстройств, требующих жесткой медицинской коррекции, они, в общем-то, могут быть описаны нарушением вот этого баланса материнского и отцовского. Когда сильно превалирует у человека материнское и шизо-клиническое состояние, да, но они, кстати говоря, связаны с возможностью творить, создавать какие-то образные такие вещи, но в полном хаосе, да, в котором нет рамки задающей, которым должно отцовское начало задать, и направить куда-то. Обратные нарушения это всякие всяческие виды паранойи, это вот такое жесткое превалирование отцовского, такого патриархального мощного начала, но это вот всякие тиранические вещи, всякие деспотии, вот это вот все имеет свои корни там, там как бы потеряна связь с природой традиции с любовью, нет понимания о равенстве, и вот когда задавливали та половина, соответственно, тут начинаются всяческие такие эффекты. Тут хотел бы, кстати говоря, вам рассказать, не знаю, знаете или нет, очень интересная просто вещь, переходя к следующим разделам, в начале, тоже, в конце 19-го, начале 20-го века начала появляться такая дисциплина в медицине как нейрофизиология, да, и вот у нас современная медицина, она сейчас у нее тоже перекос явный, ну, в сторону химии, у нас все, все мы лечим какие-то вещества, но это тоже, конечно, я думаю, пройдет, не навсегда, надеюсь, вот так вот оно сейчас сложилось, мировая специфтическая индустрия так хочет это видеть в медицине и вот мы ее так улимем, а тогда был перекос в сторону физики, скажем, сейчас химия, тогда была физика, и все лечилось, значит, всяческими металлическими предметами, стальными, там, ну, и так же, так же, в общем, пытались изначально лечить мозг, ну, как бы, надо что-то сюда отрезать, там, подшить, или с мозгом поступали точно так же, как устроен наш мозг, да, есть, значит, ствол спинного мозга, на нем две сферы нашего, собственно, мозга головного, и между ними, так называемое, мозористое тело, которое является единственным, собственно, объектом, который физически соединяет половины полушария, да, полушария, так вот, научившись делать без больших человеческих потерь препанацию черепа, всяческие психические нарушения пытались лечить истечение мозолистого тела, то есть, полностью убиралась связь физическая между левым и правым полушарием, и очень интересно почитать, значит, выводы, которые писали физиологи, но, на самом деле, там есть совершенно понятные научно обоснованные, эксперименты подтвержденные, изменение личностного характера, психоэмоциональной сферы, но, как бы, в нашем обыденном понимании, что человек, наверное, должен просто превратиться в обезьяну и потерять существительную способность, ничего подобного, ничего подобного, то есть, каким образом взаимодействуют эти половины мозга, на самом деле, ответом никто дать не может, в седнем, скорее всего, есть какой-то у них вай-фай, да, нашим создателям нейронета надо об этом рассказать, видимо, это будет очень интересно, потому что, ну, тут, как бы, конечно, встает, вот этот вот вай-фай, какой радиус действует, внутри черепной коробки, или, может быть, он вокруг планеты работает, но, как бы, факт остается фактом, то есть, при исчезновении физической связи между полушариями, мозговая деятельность, она изменяется, но не нарушается, то есть, человек остается абсолютно дееспособным, и так далее, и тому подобное, ну, к чему я это говорю, Иван Андреевич, можно, пожалуйста, следующий слайд, потому что сейчас мы подойдем, наверное, к базовой гипотезе, я, безусловно, то, о чем сейчас буду говорить, рассматриваю исключительно как гипотезу, ничего не утверждаю, но предлагаю высокому собранию об этом подумать, потом, наверное, обсудить. Итак, разум, разум, что есть разум? Это самая, наверное, великая загадка, потому что, безусловно, вот тут спорить, на самом деле, не о чем, что, никто пока однозначно, по крайней мере, общепринятого человеческим сообществом, общепринятой формулировкой этого понятия нет, ну, нет ее. Что есть разум? Да, вот, человек способен мыслить, человек способен творить, благодаря наличию у него разума. Безусловно, это некая субстанция, которая кардинальным образом отличает человека от всех прочих существующих, существующих, простите, за неудачную формулировку. Но, тем не менее, да, мы мыслим, собственно, разум, это то, что нас ведет по этой жизни. благодаря этому мы строим какие-то планы, мы куда-то движемся, мы можем что-то создавать, развиваться, пытаться вернуться к создателю, убежать от него. все это благодаря нашему разуму, мы живем в нашем разуме. Что это такое, как оно устроено, сказать точно мы не можем, мы не знаем. Но доподлинно известно, с той же самой нейрофизиологией, наличие уникального эффекта функциональной ассиметрии мозга. Вот если мы на нее посмотрим, мы обнаружим очень интересные аналогии, параллели. Все, что я говорил до этого, было очень сказано именно ради этого. Давайте посмотрим. Вот есть замечательная картина, я ее очень люблю. Это левое полушарие и правое полушарие. Вот правое полушарие, то, которое вот все в цветах, картинках и так далее. Вот оно у нас ответственно за эту сферу, за сферу того, что связано с материнским, с тем, что связано с Богом, духом, можно сказать. Это такой некий конкретно образный, параллельный обработчик потоков информации, многоканальный. Все наши органы чувств, которыми мы рефлексируем мир, слух, обоняние, осязание, интуиция, кстати говоря, это тоже безусловно орган чувств. Вот это все туда. Вот оно все это обрабатывает каким-то конкретно образным, именно основываясь на образах, способах. Левая половина вот это такой абстрактно-логический, последовательный, алгоритмический обработчик потоков информации. Вот некий наш собственный Бог-Отец внутренний, наше такое отцовское начало, вот это все интерпретируется в той половине. и опять же как бы очень важно, что не надо ни в коем случае их разделять, поскольку если мы их начинаем разделять, если они как-то одно становится сильнее, второе становится слабее, я говорю, это всегда психическое расстройство. Это всегда психическое расстройство. И вот на основании этого родилась такая гипотеза, что разум есть результат синхронной работы двух функционально специализированных подсистем. Именно синхронной, именно совместной и именно двух. На самом деле, почему все религии так всегда настаивали на дву единстве божества? Про троицу позже. изначально брахман атман они по сути очень похожи. Отец Бог Дух Святой очень похожи. И говоря о троице, в принципе можно этот символизм понять рождение Бога Логоса именно рождение. Но для его рождения были необходимы те самые две субстанции. Само мышление, сам акт сознания он христианством просто был облаготворен, скажем так. И впрямую, конечно, поскольку мы знаем, что вся этика и все строится на личности Иисуса Христа воплощении Бога в человеке, на самом деле этим впрямую можно сказать подается такой сигнал, что божественная суть выражается в человеке безусловно напрямую и через его сознание в первую очередь. Так, вот мы сделали такую гипотезу, сейчас наверное давайте помнимся дальше. Теперь хотелось бы перейти к тому, что вообще-то мы не просто философствуем, а нашей целью является выйти в некие практические аспекты к чему это все это не просто рассуждение. Теперь хотелось бы немножко поговорить об обществе и государстве. Вот говоря о них опять же наверное мы давайте сделаем такую гипотезу общество оно должно развиваться достигать здоровья сбалансированности теми же путями которыми и человеческий индивид. На самом деле те же самые гуманисты много об этом писали и основывались на том факте что общественное сознание не есть некая абстракция а есть сумма человеческих индивидуальных психологических образов и потому собственно общество должно руководствоваться теми же самыми законами что и индивид ну на самом деле всем известный конечно категорический императив Канта говорящий о том что человек должен относиться к обществу всегда как к цели но никогда как к средству и можно считать что это как раз есть некие апогеи этих рассуждений о том что природа общественного ну природа общества общественного сознания она вообще-то идентична человеческой и из них складывается так вот значит давайте как бы и гипотеза которую я здесь убегаю она ровно об этом что общество должно быть устроено соответственно по тем же самым принципам по которым должно быть устроено здоровое человеческое психико ну и здесь как бы надо просто немножко отмотаться назад и все те моменты которые говорили о гармонии левого и правого полушарного их надо иметь ввиду при когда мы говорим о вопросах общества и государства на самом деле анализируя очень многие вещи происходящие политической экономической и просто общественной сферы вспоминая эти критерии это на самом деле очень такой полезный аналитический инструмент практически применимый всем рекомендую потому что и понять как что и чему куда движется и хорошо ли оно или плохо через гормонализирующий баланс левого и правого полушарного на самом деле очень много интересных выводов и открытий для себя можно сделать но в этой связи хотелось бы сейчас такой может быть очень быстрый анализ этапов развития человеческих сообществ давайте вспомним древнее родовое реликтовое такое общество вот оно было построено по принципу оно было абсолютно гармонично безусловно некая такая одноранговая сеть которая выделяет из себя сильнейшего вождя интересы вождя и племени они абсолютно идентичны они выживают только благодаря друг другу и обеспечивают друг другу это выживание естественно вождь он не может утрачивать вот тех материнских скажем так основ потому что он укоренен в это сообщество он здесь со своим родом внутри него то есть все эти параллели к земле к матери природе они безусловно сохраняются ну и так было в общем-то на самом деле наибольший отрезок своей истории современной человечественной не современные моменты его возникновения прожило именно в этом статусе скажем так но дальше поскольку эволюция развитие прогресс они являются такими же безусловно непреложными аспектами естественного мироздания развития возникли абсолютно объективные потребности большей концентрации ресурса которая потребовала некой межплеменной интеграции начали формироваться уже некие иерархические структуры которые позволяли управлять скажем так уже не одним племенем а неким набором племен на большей территории и каким образом это все управлялось тут надо понимать что конечно это уже к науке управления коммуникационные возможности в те времена были исключительно ограничены поэтому никаких других способов кроме как выстроить иерархию которая позволяла собирать информацию с контролируемой территории поднимать ее наверх там наверху принимать какие-то решения и которые опять таким же способом опускались бы вниз и доводились собственно говоря до всего населения абсолютно логично как бы в тот момент безусловно но но вот вот такая пирамида да все это все это пирамида и я условно просто вообще ввел у себя такую категорию как пирамиду поднимаю под ней любую иерархическую систему управления вот это такое масонская картинка которую мы здесь видим она очень хороша тем что она показывает что верхний этаж он там немножко отдельно болтается да и так так оно и есть на самом деле как бы чем чем сильны и почему суперэффективны такие системы потому что возвращаемся опять же назад вспоминаем нашу картинку с мозга есть две два принципиальнейших момента да это это наше одно полушарие оно работает с информацией и качество эффективность его работы она определяется чем естественно открытостью этих каналов способностью воспринимать чистую незамутненную информацию когда нарушаются какие-то каналы нарушается слух нарушается зрение нарушаются возможности восприятия начинается как бы да неадекватности работы собственно говоря данной подсистемы вторая вторая часть вопроса скажем так это работа второго полушария которая связана со способностью работать по четко понятной логической алгоритмической схеме ее выдерживать строго ее исследовать с заданным каким-то параметром критерием и так далее соответственно вот эти две вещи эти две вещи вот данное устройство оно и реализует оно управляет информацией и оно управляет логикой и дело в том что в общем-то вот эти две субстанции информация и логика они собственно говоря все и определяют ну потому что в большом счете больше ничего нет вот их гармонии или отсутствие гармонии ну и качество соответственно и все это устанавливается вот там на верхнем этаже поэтому поэтому с одной стороны именно такая форма она обладает максимально возможной эффективностью с точки зрения управления но как только интересы субъектов людей составляющих собственно говоря тело этой пирамиды перестают быть целью верхнего управляющего этажа он может с величайшей легкостью подменить эту здравую логику любыми совершенно ужасными античеловеческими ну к сожалению да системами логике оно может как угодно трансформировать информацию и какие чудовищные вещи благодаря этому в человеческой истории происходили неоднократно мы с вами знаем мы начинаем там многочисленнейших примеров всяческих идеологий тоталитаризма фашизм когда ну вот огромная масса людей потом все же поражались ну как ну столько же людей ну как ну почему никто ничего не понимал они не могли понять ну невозможно к ним эту претензию просто обращать вообще в принцип потому что когда у тебя абсолютно искаженное информационное поле ты не получаешь какой-то информации из этих угнетаемых еврейских семей да ты получаешь информацию совершенно другую тебе установлена совершенно другая логика и вот как показывает ну просто практика печальная да наша история человечества управлять этим очень легко второй момент который вызывает очень серьезные опасения это скажем так уязвимость вот такую вот такую систему построения для внешних воздействий потому что ну вся история человечества это же история войны и борьбы этих пирамид друг с другом за сферой влияния за богатство за ресурсы за что угодно за идеологию за того же Христа ну это все нам известно поэтому что об этом рассказываю как сейчас многие полагают да что очень большая проблема заключена в том что многие государства и вполне возможно что и Россия здесь не исключение она попадает под очень мощное влияние других скажем так пирамид которые путем влияния вот на тот самый верхний на верхнюю пирамидку могут очень многого добиться не имеют ничего общего с интересами собственно говоря самой страны самого населения самих людей и тут еще очень такой интересный момент современный момент к которому пришло что эти национальные пирамиды в борьбе между собой многовековой больших играх они скажем так проспали появление пирамид других пирамид транснационального капитала финансового олигархии мировой которые на самом деле сейчас доросли до этого масштаба и многие очень эксперты считают и я на самом деле из их числа что наверное уже и переросли и большому счету сейчас значимость вот этих национальных пирамидок она все угасает угасает и все вся сила энергия выходит туда они уже напрямую фактически диктуют что кому как зачем делать то есть это совершенно новая скажем так угроза и вот то что сейчас мы читаем те соглашения которые по инициативе Соединенных Штатов Америки они формируются ТИСА так называемая это новый транс транс Тихоокеанский альянс торговый который придет на должен прийти на смену ВТО и это соглашение о торговле услугами на самом деле там практически прямую как бы национальным государством запрещается создавать свои законы не соответствующие закону тому общемировому который должен был внедрён а услуги крайне интересная вещь в первую очередь финансовый сектор то есть там окончательно устанавливается главенство мировых финансовых институтов такие как МВФ Международный банк развития Международный Всемирный банк да ну и Международный Валентин фонд разумеется и плюс к тому еще и сфера государственных услуг которая также должна быть подчинена единому мировому некому законодательству если вы хотите государственные услуги оказывать у себя внутри как-то по-другому нет нельзя ну вот как бы в принципе вот мы как бы присутствуем при том моменте что через буквально несколько лет значимость национальных этих пирамидок она будет сведена до самого минимума возможно вот и все это происходит конечно на фоне скажем такого общесистемного кризиса который мы наблюдаем и в экономической сфере и в общественной и в этической вообще некий такой тупик просто этический человек теряет смысл не видит куда ему двигаться что для чего зачем все как бы поглотило экономизм сплошной да все атомизировано в обществе ужасно атомизировано расслоено по доходам по нравственным принципам и ну я даже не хочу все это перечислять потому что это наверное все это достаточно очевидно вот поэтому поэтому сейчас очень важный момент для того чтобы как бы немножко человечество остановиться задуматься и глядеться вокруг дело в чем дело в том что сейчас кое-что сильно изменилось относительно того момента когда вся вот эта вот иерархоподобная сугубо такая патриархальная система управления она выстраивалась современные системы общественного управления надо конечно строить исходя из текущего момента учитывая то что пришло определенному тупику пришел прошлый этап развития вот как Алексей Михайлов очень правильно говорил человечество оно как бы выходит сейчас в момент взросления оно прошло детство оно прошло отрочество сейчас оно становится и у нас да становится взрослым это всегда этап пересмотра безусловно перехода на некие новые модели некие новые ориентиры и очень важно что к этому моменту созрели благодаря техническому прогрессу который собственно говоря сам человек осознавал созрели совершенно новые коммуникационные возможности принципиально другого характера другого толка ну кстати говоря вот об этом тоже стоит может быть немножко отдельно поговорить вот давайте посмотрим да что говорит западная цивилизация как надо строить мир есть великая ценность главное завоевание человечества мы знаем демократия хорошая штука может быть вот давайте как бы я тут знаете написал свои мысли я лучше даже прочитаю так вот демократия да так ли она хороша если да то что же гонят сотни тысяч смущенных людей на манифестации протеста ну действительно все же демократически почему почему вы не решаете теми самыми институтами теми самыми системами почему не могут они решить свои проблемы через механизмы величайшего достижения проблема состоит в том что система неустанно прикрываясь возвышенными речами и лозунгами навязывает нам суррогат демократии ее представительную форму как это работает широкие массы населения выбирают своих представителей потом доверие избирателей при этом обозначает карт-бланш на управление их судьбами до следующих выборов но как выборы проходят много ли знают и понимают избиратели об истинных намерениях кандидата и его мотивах стоящих за ним силы и практически ничего мы выбираем основываясь на информации в кавычках подготовленной политтехнологами фактически на рекламе на подготовку которой сама система в счет щедро выделяет баснословные бюджеты вы только вдумайтесь в системе вполне официально существуют институты задача которых состоит в создании вокруг кандидата информационного поля под воздействием которого мы должны сделать правильный выбор обязательно ли правдивость эта информация абсолютно нет есть ли действенные механизмы контроля деятельности института власти со стороны избирателей нет подотчетность нет ответственность за исполнение предвыборных обещаний нет кстати а кто финансирует институты политических технологий связи с общественностью кто оплачивает формирование предоставляемые избирателям информации контроля результата может победившая партия да тоже нет это сама система напрямую из бюджета деньгами налогоплательщика человечество ты уверен что это и есть твое главное завоевание такой вот вопрос да как бы на самом деле я думаю риторически и очень многое объясняет что в тех же самых Соединенных Штатах Америки которые являются безусловным амплагетом демократических институтов и так далее и так далее носителям самых мощных безусловно коммуникационных и IT-технологий у них есть разговор о том чтобы сделать коллекторальную систему систему выборов ну в онлайн режиме с подтверждением за софтом и так далее это же все понятно можно организовать общественный контроль реальный об этом и речи об этом и речи нет и никто об этом не заикается нигде и никогда возникает большой вопрос почему на вопрос риторический отвечать на него не надо но безусловно стоит задуматься я не хочу давать никаких ответов призываю пока просто задуматься что обладая всеми этими коммуникационными современными возможностями стоит ли стоит ли устраивать вот такие многоэтажные иерархические здания и системы потому что мы чуть раньше установили два принципиально важных постулата это логика и информация мы понимаем что через такую пирамиду информация при прохождении как вниз так и наверх она всегда институционально искажается потому что разные этажи разные институты встроенные туда они имеют ну зачастую совершенно противоположные интересы пропускают через себя эти информационные потоки каждая из них руководствуется логикой собственной а не логикой полезной скажем так социуму не логикой установленной допустим даже верховным правителем дай бог он у нас справедливый правильный замечательный и устраивает правильную стратегию но никоим образом это не влияет на работу системы она институционально всегда будет искажать информацию всегда будет порождать свои логические схемы и через это работать она правильно не будет никогда поэтому конечно не говорить о том что человечество в обозримом будущем ну в ближайшем сможет перейти на полностью одноранговую горизонтальную модель ну это наверное все таки несколько утопично скажем так может быть когда-то через много-много лет к этому и придет может когда степень развития человека его ответственность перед собой перед обществом достигнет необходимых требуемых для этого когда каждый будет уже суперчеловеком да но это пока где-то далеко поэтому безусловно сейчас какие-то управленческие моменты будут все равно так или иначе выделять определенных людей на верхние этажи какая-то иерархия она безусловно сохранится к тому же без иерархии очень трудно формировать какие-то стратегические цели развития государственного решать вопросы военного характера вопроса безопасности все это понятно но тем не менее безусловно тенденция должна идти к снижению количества этих выровней пирамиды просто должны стать как Иван Андреевич очень правильно сказал они должны стать пошире и пониже да они более плоскими должны становиться вот ну вот мы сейчас кстати говоря с вами провели уже некий небольшой пример анализа на глобальном уровне как раз через предложенный механизм гормонализации да материнского и отцовского это некий образ стратегии который предлагается исходя из заявленной логии опять же я предполагаю прошу к этому относиться как к некой версии не более того да ну как гипотезе наверное формулировка следующая что здоровое разумное общество должно формироваться на основании всеобщего принципа мироздания воплощенного в человеческой природе философском и теологическом символизме способе организации мышления о чем мы говорили с вами в первой части данный принцип гласит что залог здорового социума общественное принятие решений на основании открытой достоверной информации в четком соответствии со справедливым общественным кодексом разработка коего конечно отдельный вопрос и на самом деле здесь вот стоит об этом моменте поговорить потому что вполне возможно что как раз никакой разработки и не надо что все это разработано и дано нам священными писаниями например чтобы ну по крайней мере если общество говорит что нет нам это не подходит хотелось бы выслушать его аргументы почему вот у меня лично аргументов особых нет у меня в 10 заповедях в большом счете все устраивает если кого-то нет но было бы интересно об этом подискутировать но это так без слов в смысле после да в смысле после ну ну ладно сейчас давайте не будем в это погружаться потому что действительно отдельная совершенно тема на которую можно говорить практически бесконечно и теперь скажем так некие такие хайлайты да которые расшифровывают то что было сказано про эту стратегию это приоритет общественных ценностей и прав определяемых рамками целей личностного антогенеза вот здесь важный очень момент что к сожалению опять же и в истории и в практике которую мы видим различных государственных и общественных образований очень часто возникает такой лозунг общественное выше частного притом как бы постулируется некий такой вот родине надо почему и что и надо да оно как бы не всегда оно вообще не обсуждается то есть сам по себе вопрос он как бы признается таким грехом просто невероятным святотанством ну как так родине надо а ты спрашиваешь почему и зачем это не обсуждается надо и все я хочу сказать что все таки здесь должна быть четкая логическая связь она понятна и простроена что все те самые цели государственного развития они все же должны иметь четкую совершенно конкретную связь с задачами личностного развития каждого индивидуума потому что если такой связи нет это та самая как раз подмена ценностей та самая иллюзия которая ведет нас не туда тотальная информационная открытость говоря это я конечно понимаю все вопросы связанные с национальной государственной безопасностью безусловно есть исключения которые должны быть выведены за рамки этого принципа но чистота и открытость информационных каналов считаю важным благом важным элементом развития кстати говоря кто наверное помнит как появлялась перестройка какие три диалогемы были выдвинуты перестройка гласность ускорения потом гласность как то так затихла потом ускорение куда так подевалась осталась одна перестройка вот перестроились без гласности и без ускорения что имеем перестройка перепалка перестрелка ну вот она их на реализовалась она реализовалась но ладно это так слову значит дальше этический глобализм вместо финансово-экономического есть тоже такая картинка я помню как я 2005 году оказался на одной из главных улиц барселоны что-то так стало грустно потому что я смотрел вокруг увидел эти вывески которые там на домах я понял что я с таким же успехом могу она безлюблена так что середина дня людей мало было практически никого испанской речи не слышно таким же успехом могу находиться в париже в лун все одинаково все одинаково но надо достаточно новая там архитектура она глобальная вывески не все везде одинаково и все машины одинаково все одинаково где 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 самобытность где да там со мной был человек слушайте завидует 20 лет назад ездил все было разное да к сожалению да вот ну вот поэтому конечно об этическом глобализме человеческом общечеловечества я считаю можно говорить и нужно особенно в таких вот низкоуровневых задающих вещах конечно должны быть свои культурные особенности это даже цели поддерживают базовая человеческая некая этика она безусловно на мой взгляд должна присутствовать как единым для человечества дальше подчинение институтов государства экономики целям общественного и индивидуального развития но ради этого они трансформации финансово-денежной системы комплексную систему рейтингов и лимитов и вот теперь про экономику расскажу о неком проекте который есть на самом деле его основа сформировал многие знают за столом ганзя сергей васильевич как бы я ему очень помогал в общем мы с ним 2002 года тему как-то пытаемся развивать ставили по ней даже эксперимент реальный такой в реальных экономических условиях очень положительные результаты дал к сожалению по независимым от нас объективным внешним обстоятельствам прекратился но вещь интересная значит что что хотелось бы сказать об экономике исходя из опять же тех предпосылок которые мы с вами обсуждали на первом этапе экономика финансовая система вот давайте толкаемся от маркса от капитала ничего нового не придумываю значит право частной собственности пусть будет безусловно потому что когда мы пытаемся убрать право частной собственности мы имеем по крайней мере на современном этапе развития нашего нас как человеков как людей мы имеем полную конечно утрату мотивации что проходили при социалистическом коммунистическом эксперименте большом общественное значит значит ничьё и то что охраняет тут и то и имеет но все эти вот печальные поговорки нам все прекрасно известны поэтому да на самом деле право частной собственности никакого никаких существенных угроз ничему не несет человек ну если если конечно все происходит достаточной степени по справедливости человек то что своим созидательным трудом заработал он должен иметь на это право я считаю в общем все абсолютно нормально вот другой вопрос тем когда начинается эксплуатация труда одного экономического субъекта другим вот когда капиталист используют труд наемного персонала присваивает себе долю прибыли и выводит ее из производственного процесса отчуждает ее оттуда выводит накопление вот здесь возникают вопросы скажем так достаточно понятно связанные с тем что многие очень говорят беда в том что финансовый капитал имеет процент давайте запретим процентную ставку нельзя ее запретить потому что она абсолютно объективно той туристической системе которая у нас есть когда есть капиталист который использует наемный труд он является собственником средств производства правильно правильно средства производства должны генерировать ему прибыль и его законная с точки зрения основ капиталистической системы требования на создание его производственными мощностями прибыли собственно говоря она предопределяет наличие процента на капитал современной экономической системе как мы знаем капитал вообще в принципе в основном в основной степени имеют форму капитал именно финансовый все им оперируют все им управляют промышленный капитал он как бы тоже имеет место быть назначимость его современной современной экономической арене наверное не столь высока и поскольку есть требования капиталиста собственника к генерации прибыли получаемый за счет труда наемного соответственно точно такое же требование оно есть к финансовому капиталу это объективно это в данной системе нормально поэтому запрещаю не запрещая она вылезет каким-то другим способом ну как в исламском банкинге да в нем уже как бы она запрещена не то что не говорит что исламские финансы они бесплатные эти финансы зачастую оказываются и подороже да как бы с учетом всего с учетом требования значит доли в проекте который кредитуется с учетом очень высоко высоких ставок на банковское обслуживание которые присутствуют в исламских финансах на круг все это получается дороже чем обычные наши банкинг просто это предпримет другую форму поэтому запрещать нечего запрещать в то же время да как бы все чем я не буду сейчас пересказывать делягина хазина и прочих да чем тут плохо банковский процент мы все понимаем да чем почему это приводит поэтому да как бы если если говорить об этом то путь на самом деле только один не должно быть эксплуатации человека человек как бы здесь полная смычка с марксизмом с азами если каждый человек становится предпринимателем сам по себе то по большому счету само понятие прибыли не будут с добавочной стоимостью да именно прибыли которые я в данном контексте понимаю как отчуждаемый собственником капитала проценты выводимый им из процесса реального производства будут частные накопления ну или там дальнейшее инвестирование вот здесь только вот эта прибыль она просто исчезнет потому что она превратится она превратится в предпринимательский доход который возникает благодаря личному частному труду и ты здесь сам абсолютно волен перевкладывается тратить как бы но суть в том что каждый каждый должен быть предприниматель это было как бы скажем так из области теории а теперь немножко перейдем практике и к нашей игре но перед тем как всегда перейти значит вот то о чем я сейчас так быстро может быть бегло рассказал на самом деле вот по этой части как кому интересен вопрос чисто экономический здесь есть хороший большой обоснованный со ссылками на маркса текст я его с удовольствием всем выдам перешлю и так далее да просто потому что сейчас мы тоже слишком много времени на это потратим дам пока только некий такой результат что сверх преобразовав сверхрезультатом преобразования экономических потребительских систем должна стать коренная трансформация мировой денежной системы каждый экономический субъект индивидуум будет обладать определенным лимитом пользования совокупным мировым благосостоянием выраженным определенные его доли формула здоровой экономики будущего это равные возможности пользования капиталом и права собственности на результаты предпринимательской деятельности товарные рынки без рынков капитала вот такая аксиоматика предлагается до для трансформации того что мы относим к экономической системе и вот теперь мы пришли к деньгам и собственно говоря к смыслу нашей игры давайте посмотрим просто что у нас в обычной нашей финансово-экономической жизни происходит денежная масса каждого государства но многие говорят что монетизация российской экономики она сильно отстает от монетизации экономики ведущего государства класса деньги по агрегату м2 их у нас относительно мало два два с половиной раза ниже чем у тех же самых американцев например там немцев и так далее прочих европейских лидеров но в любом случае друг структуру до денежные средства находятся где они находятся они находятся в банке они вроде бы как принадлежат кладчиком экономическим субъектом скажем так да хотя на самом деле это не совсем так мы сейчас увидим ну по крайней мере они обладают правом требования к банку на определенную сумму деньги всех кладчиков ну клиентов банка адрегируются банком на его корреспондентском счету поэтому на самом деле это будет достаточно просто понять это вот тоже не все знают но кто не знает я вам сейчас это обязан рассказать да потому что намного открывает глаза все деньги всех кладчиков лежат на одном корреспондентском счету у нас есть какие-то права требования сколько положил столько он не должен вернуть по идее да вот поэтому давайте представим что например у государства лучше в мире есть один банк он один значит все наши деньги лежат там на одном счету вы понимаете что я у андрея хочу купить его чашку за 5 рублей он согласен мне продать он мне чашку я 5 рублей соответственно мое право требования к всемирному банку становится на 5 рублей меньше его на 5 рублей больше там что-то произошло они как лежали так и лежат поэтому в этот момент как только так становится без каких-либо других трансформаций можно сказать что деньги не нужны потому что какая разница вот это одна единица или их там сто пятьсот миллиардов ну какая разница никакого движения не происходит движение в реальной экономике в реальную в нашей реальной жизни происходит только естественно при трансфере из одного банка другой внутри одного банка не происходит ничего при обналичии ну мы наличные сейчас не берем есть не на при обналичии естественно все знают что деньги действительно друг в руки передаются вот поэтому чего об этом говорить и в результате того что товарно-денежный обмен он безусловно не сбалансирован не планируется ни кем предприятий возникают кассовые разрывы не хватает ликвидности они вынуждены перезанимать тех же самых банков свои собственные средства хотя на самом деле на самом деле вот вы представьте что вот опять же вернемся к той модели когда все деньги лежат в одном банке но совершенно очевидно что всем всегда на все хватит ну даже вот например можно вот такую ментальную вещь представлять что такое налоги да вот можно просто сказать государству что вот этому единому мировому что твои здесь 20 процентов пользуйся вот только о проценте можно будет говорить не важно сколько у нас транзакций не важно ничего но вот у него есть его сектор 20 процентов он им пользуется мы все пользуемся одним вот когда говорят сейчас внедрение систем тотального тотальные выплаты неких минимальных денег всем гражданам страны опять же вот в такой системе если мы каждому человеку установим ежедневный не снижаемый лимит но день можно потратить три тысячи скажем так опять же да ну там полторы тысячи не знаю надо думать но вы думать как бы не думать а считать из-за реальных производственных возможностей наши нашей экономики сколько мы можем произвести чтобы у нас инфляция не возникало чтобы это было обеспечено реальной товарной массой опять же в этой системе ничего не нарушается абсолютно понятно и очевидно когда все лежит на одном счету никаких угроз ни для чего нет в то же время у нас нет голодных у нас нет нищих у нас все хорошо вот что сейчас сейчас за счет того что от эти право требования к деньгам они перераспределены между экономическими субъектами и математически на самом деле достаточно легко показать этот алгоритм есть что любая капиталистическая система всегда ведет к возникновению монополий если государство не будет душить и резать каким-то образом искусственным да то всегда все равно все собирается каждый каждый рынок в нем возникает лидер лидеру все легче остальным все хуже и это так с этим ничего делать невозможно как в этой системе на самом деле как бы объяснение ночи крайне простое что по той же самой причине хотя бы что капитал имеет стоимость не сам чем у меня больше капитала значит я продаю еще и свой капитал а те кто отстает им надо реинвестироваться в производство им надо модернизироваться им надо этот капитал покупать они так отстают еще у него и средства производства дороже чем покупают у меня до которого и так все хорошо ну естественно все ко мне ко мне ко мне как это вопрос может быть решен опять же ну понятно один вариант это мировая ядерная война и снова в каменный век есть такая тема нам она не очень нравится поэтому поэтому что вопрос свободный финансовый ресурс и не только финансовый но в первую очередь производственное если бы человечество смогло быть столь дальновидным прозорливым чтобы договориться о том что они могут бесплатно использоваться хотя бы не задействованы именно бесплатно но кем угодно ну правда не кем угодно а тем кто конечно предлагает нужный общественно востребованный проект собственно говоря тогда проблематика снимается практически полностью незадействованные ресурсы распределяются между незадействованными предпринимателями система начинает балансироваться вот давайте посмотрим на самом простом наглядном примере вот у нас есть некий парень назовем его марио он разносит пиццу он зарабатывает одну монету в день работает он 26 дней в месяц он зарабатывает получает в первый день месяца 26 монет у него есть мечта он хочет купить мотороллер ну чтобы лучше развозить а не бегать пешком и иметь больше производительность зарабатывает соответственно больше но стоит 80 монет а у него 26 ему не хватает а то чтобы прожить месяц тратит на одну монету в день вот такая жизнь в этом городке где он живет в первый день месяца у него 26 монет во второй день 25 потом 24 ты 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 за 4 дня до конца месяца у него не остается ничего он либо не ест либо занимает у кого-то ну вот как-то он там перебивается все у него есть друг точно точно такой же вот как мы их назвали родриго мы его назвали тем же самым занимается о том же самым мечтает но давайте вот тоже бедняк у него тоже не на что прожить месяц но он свои деньги ему хозяин платит в середине месяца вот смотрите оказывается у этих двух бедняков никогда не бывает меньше десяти монет никогда хотя не хотел бы нищие просто как приходские мыши ну жуть какая дальше посмотрим еще папа подальше да а всего в городке их таких 10 вот тут они додумались послушали лекцию хорошую тут это осенило давайте мы объединимся мы не под подушками не в банке будем держать на наши средства создадим нашу кассу нашу кооперативную кассу разносчиков пиццы города м и выясняется что у них вместе никогда не бывает меньше девяносто четырех монет никогда и они спокойно покупают мотороли 1 дальше поскольку у них мотороли производительность у них становится больше кстати кстати говоря да у них прирост их капитала совокупного повышается они покупают второй мотороллер производительность еще больше третий четвертый пятый конце концов все окажутся мотороллерами а почему слайд называют секрет банковской системы ну потому что на самом деле вот все что есть у нищих предпринимателей и не у нищих у разных предпринимателей у людей просто потребителей все лежит на этом счету корреспондентском достаточно известно что порядка пяти семи процентов банку нужно для ежедневного покрытия потребностей клиентов остается 93 процента где они на нью-йоркской фондовой бирже потом на токийской потом на гамбургской дерево тела сюда крутится крутится грудится деньги работают деньги зарабатывают кому зарабатывать банку зарабатывать нам зарабатывают нет реальному сектору это имеет какое-то отношение нет и банк 100 процент берет за то что он нас обслуживает за то что 93 процента наших средств он крутится на нью-йоркской бирже он берет с нас процент это как не очень хорошо и хорошо бы было вернуть это все в лоно реального сектора потому что наши разносчики пиццы нуждаются мотороллера производители мотороллеров нуждаются в заказах на производство мотороллера я вначале оговорился что такую штуку мы проводили вот в рамках современного российского законодательства прямо сегодня это совершенно запросто делается в рамках закона о кооперации почему собственно заглавлены у нас это кооперативном сотрудничестве тогда такого закона не было когда нам пришлось там придумывать очень сложную схему там покупать банки вексель как бы обеспечение брать лучше мы собрали нас была ассоциация предприятий московских тут вот мы всех ввели там такую схему и взаимно кредитовали ребята жили год два года чуть чуть меньше двух лет очень хорошо то есть ни у кого не было никаких кассовых разрывов там даже какие-то небольшие инвестиционные проектики хитряли сделать но как бы директора они вздохнули почувствовали себя людьми потому что каждый день не думал где ему завтра взять недостающие там не знаю 15 копеек на выплату заработной платы все прекрасно просто на самом деле немножко как бы скоординировались договорились что заработная плата у всех не в один день со сдвижкой нас было 7 предприятий средств 7 предприятий хватало с лихвой мы так оцениваем что если речь о малом-среднем бизнесе то лучше вообще так чтобы схеме были 25-30 вот тогда гарантированно все это работает просто на ура но и семью эффект весьма значимый сожалению в конце концов просто тот банк в котором мы это все реализовали с огромными трудностями потому что тогда законодательно это было сделать нельзя закона не было сейчас но просто владелец его решил продать а новый владелец оказался но он был человеком как бы таким тоже творчеством ему было это интересно а новый владелец он человеком был менее творческим и зато хорошо понимал суть банковской банковской системы таковой когда мы предложили перенести эту схему то есть продолжить схему с того что стихнулись вы же этим вообще всем хороните это не надо ну но да да мы сказали что что уж что уж врать то конечно похороним конечно никоим образом с интересом банковской системы не коррелирует ну так вот а теперь наверное самое интересное потому что на самом деле мы с вами сейчас сыграли вот в этом но сыграли в определенном приближении потому что мы брали частные финансы а здесь вот на схеме я прошу прощения все же если бы вот эти наши парни они не предприниматели не были заняты купили бы они не средства в производстве а просто купили бы на второе чтобы товарищ марио катался по городу и не увеличил бы его производительность эта схема ничего не дала потому что просто у них вот стало настолько меньше денег и дальше они стали придребаться вот здесь поэтому требование просто производительности оно есть ключевое в данной схеме на дополнительные возможности генерируемые таким образом то есть забраны у банка в реальный сектор можно покупать только активы которые будут повышать эффективность производства в противном случае просто эта схема она она не сработает она не для того скажем так но тем не менее да все таки скажем так да еще прошу прощения один принципиально важный момент если мы действуем по данной схеме то конечно как мы понимаем средства взаимного кредитования внутри должны быть бесплатно до нулевой процент потому что мы все друг другу помогаем у нас кооперация у нас не капитализм у нас кооперация поэтому бесплатно мы помогаем друг другу понимаем что это на общее главное потому что сегодня мы купили ванну мотороллер значит завтра сможем мне я вот в этой логике живу да понятен если это внедрять в существующей системе понятен великий соблазн взять деньги отсюда и утащить на депозит положить куда-то причем как бы за займу я лично у нас у всех положу на депозит и получу деньги себе вот с этим надо конечно это тоже должно быть запрещено кодексом там под страхом просто публичного порицания это биение камнями ну то есть это страшный грех при жизни в такой системе вещь совершенно недопустима но все же вот берем городок 20 тысяч населения у нас здесь участвует в этой схеме мы создали муниципальный банк кооперативный и все средства населения лежат в нем используются вот в означенном режиме причем я здесь хочу подчеркнуть когда начинаешь с практикой на эту тему говорить многие говорят а понятно скинуться нет не надо скинуться ни у кого на личное потребление это не влияет если скинуться это наша что то отдал и этим не могу пользоваться не так это просто не эффективно используются неэффективность потребления на просто некогда естественно каждый день там закидывать что-то на депозит высчитываю кожу но если это систематизировано то никаких проблем нет это используются те средства, которые у нас просто лежат мёртвым грузом и ждут, когда они у нас будут истрачены. Это просто свободные средства. Конечно, ещё раз вернусь, ещё раз подчеркну, в первую очередь в этих схемах речь должна идти, безусловно, о бизнесе, а не о людях. Ну, люди тоже могут быть. Так вот, если это просто некое городское сообщество, составит 20 тысяч человек, но с доходами такими, как вот с этим столом, ну, с финансовыми возможностями, не с доходами, да, 20 тысяч, это не очень большой городок, правда? Так вот, у них будет за счёт этой схемы, при том, что они даже не в свои проекты, а просто в банк опять же, в банк кладут, получают доходы в депозит. Три с половиной миллиона в день. Три с половиной миллиона в день. Юр, вот скажи, что бы ты сделал для городка на три с половиной миллиона в день? Ты, как бы, ты начальник этой схемы. Вот, что? Наверное, можно каждый день по магазинчику открывать в банк. Бывает же на маленький магазинчик, по-моему, миллион, ну, на маленький. Ну, я бы это вложил в систему жизнедоспешения, в частности, экологию и здравоохранение, в смысле повышения уровня жизни с точки зрения. То есть, возможности, опять же, жителей города более эффективно использовать свой человеческий ресурс меньше боли. Лев, вот хочу обратить твое внимание, если будут вакансии мэров, то, по-моему, просто вот... Да, ну, мы знаем. Совершенно верно. Особенно учитывая, что в месяц, да, у нас появляется дополнительный бюджет 104 с половиной миллиона. Ну, нет, вообще, депозиты, это пока, я говорю, это чистая условность. Вообще-то, лучше, давайте считать, что мы будем вкладывать в собственные проекты. Это гораздо правильнее и перспективнее, да, и рентабельность их должна быть несколько повыше. Я просто здесь специально говорю о банках, потому что это совершенно безопасно, и даже при таком проценте. Если мы в свои проекты, которые, конечно, выше риск, но и выше доходность, то цифры будут еще веселее, гораздо. Но эти цифры, они неплохи, потому что, вот, мы слышим этот плач бесконечный. У муниципального уровня, у него нет фондов, не на что разорвать, не на что, не на что, ну, все, 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 все привязано, все вот только там субсидии, есть эти межбюджетные отношения, мы знаем, да, все, все в регионе, здесь нет ничего, надо на коленях ползти и просить там дайте. Да не надо, вот, сделайте. Делаем муниципальную кооперацию, привлекаем, кто, кто, причем, опять же, ни для кого ничего не меняется, мы ни с кого ничего не собираем. Мы просто по-другому агрегируемся, скажем так, и все, этого достаточно. 105 миллионов дохода, по-моему, вполне адекватная цифра, как бы, да, чтобы сделать жизнь в городе лучше. Где взять ресурсы? Вот, у себя, в карманах. Но они через месяц должны вернуться. Если, а? То есть, инвестиции должны окупиться, как бы, вернуться в течение месяца. Нет, ну, конечно, ну, вот, как сказал совершенно правильно Юра, он перестраивает экологическую систему, он обновляет всю структуру ЖКХ потихонечку. Бюджетом 105 миллионов он справится. Не затратит деньги, а где он получает прибыль-то, где вы себе? 10% депозита на общий капитал? Ну, если организаторам этой схемы просто лень, то они просто вкладывают на депозит в банк и получают до туда процентный доход. Если им не лень, ну, их надо гнать, вообще-то, если они больше года вот такой ерундой будут заниматься, их надо гнать, потому что, вообще-то, они должны, конечно, вкладываться в собственные проекты этого сообщества городского, которые будут формировать добавочную стоимость, но определенной, опять же, они формируют добавочную стоимость, просто этот фонд консолидированный, он начинает быстрее расти. У тебя инвестиционные возможности для новых проектов, они постоянно увеличиваются, 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 то есть это такая гипербанка получается. А обычный банк, он разве не так же действует? Банк, конечно, банк абсолютно так действует, но только он им не раздает. Ну, тебе на твой текущий счет что-то начисляется? Нет? Почему? Обидно, должно быть. Так, паломники-то. Подводя итог всему сказанному, перед тем, как перейти к содержательному обсуждению, да, основываясь на тех вещах, которые в первой половине лекции заявлялись, как видится вообще задачи развития, общая задача развития, это как защита и развитие прямых горизонтальных коммуникаций, формирование нового, разделяемого всеми основными социальными группами политического кодекса, формирование альтернативных существующих гражданских систем самоуправления, регулирования и контроля, формирование основ новой сетевой экономики с бесплатным доступом к ресурсам развития предпринимателями и воспитания и развития индивидуального общественного сознания в соответствии с принятой общественной концепцией. С помощью информационных технологий нужно запустить механизм уплощения пирамиды, то есть саму тенденцию ее уплощения, упластить, сделать ее сплющить, это как раз использование информационных технологий, которые можно уже обсуждать на какой-то другой сервис. Спасибо, следующее, представляйтесь. Павел Калаусов, группа Солнечногорска. По поводу первой части, она так и концептуальна, она уже даже не только сообщена, но и относится к устройствам экономики странной мировой экономики. То есть это условия, где есть все ресурсы, грубо говоря, не ограничены по определенному признаку, но они есть основные ресурсы. А это должна быть, как мне кажется, такая система, которая функционирует сама, то есть программный код, которая просто за то полезное действие, которое любой человек делает, она автоматически начисляет ему определенные средства. То есть она такая зависимая система от алгоритмов. Но, тем не менее, это должны быть не люди, которые там учатся, а система, которая кидается в правильное действие в деньги. И мотивация будет что-то делать в правильном порядке. И она их берет. Это как раз ко второй части вообще. Нет, это первая. Вторая часть. Да. Все? Во-первых. Спасибо. Юрий. Александр. Александр. Значит, по поводу пирамиды. Вот эта пирамида для меня, как она и есть в политологии, это топоэлитарная модель устройства. На вершине вот этой элиты, в чем ее смысл получается, когда мы делим на две части управления, да, вверху элита, она управляет информацией. Она управляет информацией. И управляет информацией на два фактора. Она управляет на то, что она спускает, и на эмоциональную составляющую. Поэтому у нее два рычага. Для того, чтобы толпа или общество управлялось, да, вот ее самое главное, что она имеет наверху. Поэтому уплощать или что-то с ней делать, если нет механизма вот такого четкого понимания информационного управления на эмоции и чувства людей, то это бесполезное будет занятие. Второй момент. Разделение на отцовский и материнский, и мозг разделение на две части, да, это та модель понимания общества, которая и в целом, она ведет сначала, будем так говорить, к проблемам неврологии, а потом к шизофрении. Это специально навязанная модель конфликта. Вот это две разные вещи, и они конфликтуют между собой. Поэтому в противовесии должна быть поставлена модель целостного понимания. Тогда исчезает конфликтность, и тогда это совершенно другое общество возникает, другая модель понимания всего. Поэтому вот разделение на дуальность, это принципиально поставленная задача вот этой элитой верхней, которая управляет информацией. Когда известный закон, да, когда говорят о разделении, разделяй, властвуй. Но там только одно еще момент, пропускают всегда, когда говорят одно слово, разделяй, сталкивай и властвуй. Поэтому вот это столкновение между одной стороной чувствами и разумом, и между различными частями общества, это принципиальное понимание управления вот этой элитой. Поэтому вот так пример. Спасибо. Я готова? Так, ну это, собственно, тоже про отцовско-материнский принцип. Я на данном случае больше как метафрику для себя использую. И при мнении к обществу тоже хотелось сказать, что очень важен, как бы, именно целостный подход. Имея в виду, например, в обществе, это материнский принцип, это забота, не важно, на уровне страны, городов, отцовских. Отцовский принцип – это развитие, то есть это движение некое вперед. И вот уравновешивать в практическом плане в тех же городах, стране и так далее. Да, да. То есть уравновешивать вот развитие и заботу, потому что это совершенно разные принципы. Они часто взаимоисключают друг друга. Вот, а это очень важно. И как раз поиск целостного подхода, о котором Александр говорил, который охватывает все аспекты человека и выходит как бы на некий трансперсональный уровень, откуда можно реализовывать программу в том числе по развитию целостного общества. Вот это такая большая, как пока еще, наверное, загадка для всех, и мы все еще как к этому прийти пока еще в процессе поиска. Спасибо за это. Спасибо. Так, кто у нас в следующем почте сказать? Юлий? Ван Солон. Здесь сначала пожелание Дмитриева. Дело в том, что из этой всей презентации вывален очень огромный кусок, который бы ее дополнил и дал бы ей смысл. Дело в том, что там не учтена естественная эволюция. Потому что вот этот вот так называемый закон волки и овцы, как ни странно, он объяснил бы намного больше, почему эти пирамиды и какая их роль в целом в эволюции. Потому что во многом и ни волки, и ни овцы по отдельности не живут, как ни странно. То есть здесь всегда вот этот вот синтез параллельности и взаимодополненности в эволюции очень хорошо показан. То есть он очень хорошо трансформируется и в финансы, и в социум, и во все остальное. Потому что, как ни странно, эта пирамида не что-то противоестественное, а она что-то дополняет в другой части, когда там, в общем-то, есть что-то то, что достойно этой пирамиды. То есть каждый народ заслуживает то правительство, которое он имеет. То есть дальше мы не уйдем от этой формулы. А вторая часть с точки зрения такой более глубинной системы взаимопонимания, то есть как на все устроено, что такое сознание и почему работают вот эти две половины мозга. Понимаете, здесь немножко телега стоит впереди лошади, и мы думаем, что мозг там на самом деле что-то делает. А тут надо очень четко понимать и внимательно смотреть, что вот то, что происходит в нейрофизиологии, они фиксируют, что начинает активироваться эта часть мозга. Но после истечения этой части мозга, которая активировалась, там же было это сказано, что функции сохраняются. Значит, мозг это приемник того, что происходит, а не, скажем так, гемератор. И во многом получается, что мы немножко, скажем так, используем вот эту неправильную поставленность для того, чтобы понять то, что связано с сознанием. А сознание – это как раз то, что, в принципе, в живом потоке присуще любому подключению любого. Спасибо, Юрий. Еще немножко. Так. Угу. Вам было? Я, во-первых, благодарен, Андрей. И мне кажется, что тот объем пласта в первом части, который он там выцепил, требует не предковременного обсуждения, а он требует серии диалогов, даже, наверное, и обсуждений. Потому что, ну, каждый немножечко, как и в варианте с деньгами и тратами, да, каждый немножечко что-то услышан. Мне, например, было абсолютно кайф услышать как раз вот этот акцент ваш на единообразии. При всем том, что всегда существуют две половинки, они неразрывно связаны и образуют целое. И в этом смысле и есть. И я очень благодарен Юрию, что он сейчас еще сказал про эволюцию. Я совсем недавно где-то прочитал такой элемент, что, анализируя, например, в обществе какой-то процесс, в данный момент никто не исключает ответственность кого-то там за воровскую роль. Ну, преступник совершил какое-то преступление, в данном случае, экономическое время. Никто не исключает вот в данном случае, в моменте, в моменте, но не по прошествии какого-то времени. В общем, то, что он вносил какую-то лепту в тот кирпичик, из которого складываются вот эти элементы эволюции и разрастания. Поэтому возврат по прошествии какого-то времени дать оценку чему-то через какой-то промежуток времени, это всегда бессмысленно, нерационально и вносит только суметь в мозг. А вот это разделение. Тут он преступник, а тут он элемент эволюции, скажем так. Поэтому спасибо еще раз и призываю к тому, чтобы сделать какую-то площадку где-то, пообсуждать некоторые элементы там слишком. Спасибо. Спасибо. Коллеги. Даня. Коллеги, мне, во всем том, что Дима сказал в первой части, пока я сейчас отношусь только в первой части, не хватило замысла. Причем замысла там не Диминого, естественно, Димин замысел, наоборот, был явным, а замысла божественного. Когда мы говорим, что есть система состоящая из Бога и человека, дальше не рассматривать вопрос замысла, а зачем замысел Бог человека, да, это значит просто всю дальнейшую систему рассуждений лишать некой, так сказать, серьезной, то ли путеводной звезды, то ли питательного ориентира, ну, что-то из такого. Спасибо. Алине, кто-то еще хочет? Александр? Мне очень близко высказывание по поводу того, что какие-то системы, которые созданы человеком для общества или еще что-то, конечно, они были бы хорошо, если бы они были живые, живые, то есть похожие на организм. То есть, конечно, да, самый живой организм, ну, допустим, человеческий организм, да, как наивысший пока разумный, конечно, из него можно брать все новое. Тут я тебя абсолютно поддерживаю. Другой вопрос, что действительно, вот как коллеги высказались, я поддерживаю, надо не останавливаться на том, что там левое и правило получше или так далее, надо смотреть все-таки выше, смотреть на общую целостность человека и Вселенной, и откуда как раз разум-то и идет. Вот, поэтому надо смотреть не только на человека, как на организма, отделенный от чего-то, да, а человека целостного с космосом, вот в таком образе и все остальное тоже. По поводу пирамиды и строительства нового общественного, там, политического строя, у меня есть четкое понимание, как это надо делать, но за две минуты я сейчас это не расскажу, вот, поэтому это отдельная песня. Коллеги, у кого еще есть высказывания? Ну, не все. У меня осталось 20 секунд по поводу. Мы сейчас по первой части. Да, по первой части. Просто здесь нужно учитывать очень много факторов. Естественно, это большой разговор, хочу просто присоединиться. И кроме этих факторов, человек может вообще не стать человеком, а нужно это тоже понимать, как сохранить, надо ли сохранять, в каком виде надо сохранять. Систему взаимоотношений, то есть отдельно должна быть, там, система, грубо говоря, жилья, а система, там, здоровья, то есть бессмертно у всех делать, это, мне кажется, нехорошо. Это тоже обсуждение. И экономику, в том, чтобы в этом ключе, это разные такие моменты и уклады. То есть очень широкое обсуждение. Ваня, у меня тоже немножко осталось, я просто не могу чуть-чуть. На самом деле, вот по поводу дуализма и то, что Лев сказал, здесь забыли ключевое слово – это гармония и баланс. Вот дуализм, здесь нет противоречия. Если есть гармония противоположности, то это есть некий замыс. Даже в человеческой конструкции, о которой говорил Саша, есть понятие гемеостаза. Вот гемеостаз – это некая гармония… Гомеостаз. Да, гомеостаз. Гомеостаз, да. Гомеостаз, да. Вот. Это некая гармония и баланс жизнедеятельности. Поэтому я это противоречие не вижу. Просто это слово «гармония» надо включать в этот наш лексикон и понимать, что такое гармония. А если есть гармония – это управление. То есть гомеостазом управляют некие механизмы, которые… В общем, мозолистое тело заменено гармонию. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, дорогие коллеги, за ваши замечания очень ценные. Я просто думаю, что… Ну вот, чтобы больше всего прозвучало сейчас, да, наверное, я немножко слишком сильно сакцентировал на моменте различий между отцовскими и материнскими началами, да. Но я говорил просто, наверное, где-то потонуло, что, конечно, к чему это всё? Конечно, к гармонии, да. Просто когда мы говорим о… о том, что вот человек должен быть гармоничным, общество должно быть гармоничным, город должно быть гармоничным. Перейти к неким практически значимым выводам далеко не всегда легко, непонятно как, да. И, то есть, это модель, безусловно, Юра, безусловно, модель, да. Я, конечно, ни в коем случае не говорю, что левая там половинка – это мама, правая – это папа, они там ещё родят кого-то, не дай богу, да. Я смотрю черепа. Нет, конечно, конечно, это всё некий метафоризм, который… Ну, он действительно имеет и в физиологии, и в психологии, и в теологии, и в философии, и в психоанализе он имеет своё отражение, да. Но просто это некий, вот, некая попытка выделить некий общий принцип, который, как любой принцип, он отражается на разных дисциплинах по-разному. Но некий, некий общий механизм, эта общность мне просто кажется достаточно интересной и в чём-то универсальной. Но цель, если мы говорим о цели, то это, безусловно, гармония. Вот, если это сбалансировано, то это работает. А вот дисбаланс, да, ну, как бы, тут надо понять, между чем дисбаланс. Вот здесь есть некое понятное, да, есть некое такое информационно-тёплое, любящее материнское, нечто такое прогрессивное, жёсткое, там, зовущее, рвущее, вперёд, отцовское. Вот эти вот вещи должны быть сбалансированы. Но, как бы, это не просто некий аналитический инструмент, скажем так, это попытка дать аналитический инструмент. Цель, ещё раз, да, уравновесить эти вещи. Вот когда они в балансе, в гармонии, вот тогда всё хорошо, всё работает. То, что касается сейчас... Да, я закончу, значит, коротко. То, что касается эволюции, да, безусловно. У меня, кстати, вот когда Иван свой замечательный доклад нам представлял некоторое время назад, у меня тоже вот был аналогичное, как бы, замечание, что хорошая система, но она как призма, да, она вот существующее положение вещей раскладывает на составляющие вещи и даёт её картину. Вот мне, Ивану я даже говорил, что вот тут та же самая мысль, что надо это в динамике. Потому что только в динамике, наложив на исторические события, мы посмотрим, адекватно это модель или нет. На самом деле, вот в первоисточнике этого текста, там как раз просмотрены некие этапы развития общественных систем, там от первобытно-общинного через феодальное и так далее, и так далее, и так далее, да. Ну, сейчас, просто понимая ограниченность нашего времени, чтобы не перегружать всех вот этим разбором, хотя, да, конечно, наверное, надо углублять этот момент эволюционный, но совершенно верный вектор, и вот в плане познания, в плане алгоритма исследований, я считаю, наиболее правильный путь, конечно, рассматривать вещи в динамике, их перерождение, переходы из одного состояния в другое. Так что, абсолютно согласен, спасибо. На самом деле, на самом деле, да. А что касается замысла божественного, ну, это, наверное, одна из величайших тайн, ну, как бы, то есть мы можем, конечно, делать некоторую гипотезу, и она у меня есть, но, наверное, не для рамок сегодняшнего обсуждения. Я очень прошу спросить, для православного христианина это не есть тайна, это есть, как бы, проявленная, как мы здесь часто любим говорить, да? Спасибо. Обсудим. Интересная тема очень, правда. Я просто хочу сказать, что, ну, вот для тех людей, которые не работают непосредственно за круглым столом живого развития, что, когда мы говорим о гармонии и вот о гемеостазе, да, то, как ты правильно сказал, мы говорим о том, что это какая-то, ну, то есть есть какая-то норма, да, которая говорит, вот это плюс это, вот это гармония, а вот это вот уже не гармония. И вот цель, собственно говоря, нашей работы за круглым столом живого развития, это как раз описать гармонию через какие-то показатели. То есть описать, что является нормой, что является гармонией, а что является дисбалансом. И только после того, как вот это описание будет целостное и описанное четко через определенную систему показателей, да, вот тогда сразу становится очевидным, что нужно делать для того, чтобы эту гармонию поддержать. Вот это и есть наша работа, которую мы занимаем. Личная просьба у каждого, кто будет брать слово, скажите, вам было бы интересно в такой системе поучаствовать или нет? Отлично вам? Ну, мне это очень интересно. Я бы сказал, даже нашел в этой схеме выход именно на реализацию развития, на реализацию развития общества. Все вот, да. Главное, это показать правильно людям, чтобы они участвовали в этом, с 10 тысячами рублей, хотя бы. Вот, это вот. Я только за всеми руками. А что касается того, что услышал, тут говорили о том, что люди, кто участвует на развитии своих проектов, например, для тех, кто там, например, сообщество бизнесменов, это, ну, нормально. А для таких масштабов, как по 20 тысяч человек, я думаю, здесь стоит говорить не о проектах, которые там внутри, а, возможно, даже о создании новых проектов, системообразующих, которые на мировые рынки выходят. Или регион полностью меняет он, институционные привлекательности он полностью меняет вот этот район, этот город. То есть, вот, нужно на такие проекты выходить, с такими выпиваниями. Ну, суть такая вот. Спасибо. Александр, как готовы у нас? Коллеги, у кого есть? А, Александр. Я бы поднял так этот вопрос, опять же, с точки зрения гармонии. Понимаешь, когда мы говорим о том, что, ну, вот, банковский процент, нужен он или не нужен, ты правильно сказал, что, да, он, конечно, нужен, безусловно, вопрос только какой. То есть, тут вопрос не в том плане, что нужен или не нужен банковский процент, вопрос какой. То есть, вкладчики, то есть, люди, у которых есть деньги, они хотят получить, ничего не делать, и хотят получить как можно больше этот процент. Вот. Тем более, что они все время слышат слово инфляция, и они хотят, как минимум, получить процент больше инфляции. Люди, создающие какой-то бизнес, ну, вот, как я, например, да, конечно, мы хотим взять как можно подменьшить процент. И вот это вот стремление, это вот как раз и есть та гармония. То есть, когда ты говоришь, что, что очень важно, когда ты говоришь, что давайте бесплатно, ну, то есть, вот, вы вложитесь, но бесплатно, без процента. Тогда встает вопрос, ну, да, хорошо, бесплатно, а зачем тогда? То есть, зачем им тогда вкладываться? Вот это очень важный вопрос, да? То есть, готовы ли они вкладываться бесплатно? Я бесплатно готов взять и готов из этого построить что-то, но готовы ли вы, так сказать, бесплатно вложить, ну, в смысле, вот это вот важный вопрос, да, потому что, смотрите, вот, например, я сейчас, ну, строю модель бизнеса, да, в котором нет прибыли, соответственно, вот он, да, вот, ему нужны деньги, но прибыли нет, значит, он может взять только кредиты, ну, без прибыли, то есть, вот, кредиты под 0%, бизнес великолепный, но вопрос, а готовы ли кто-то, так сказать, под 0% дать, да, вот, вот этот весь вопрос, вот тут вот надо искать вот эту вот возможность, да. Бизнес великолепный. Хорошо, хорошо. Александр, 20 слов просто. Ну, социальный бизнес, ну, это аптечный бизнес, аптечный бизнес. Туда это благотворительность? Нет, это бизнес. Давайте высказываемся. Вопрос прибыли нет. Как высказываемся? Слышать, подошли, вот же модель, можно взять бесплатные деньги. Как я, спасибо. Вот, хорошо представлено было. Конечно, коллеги. Нет, смотрите, вот тут очень важный момент, я сделаю акцент. Дима сказал очень четко, если кто не услышал. Дело же не в том, чтобы под 0% взять, а дело в том, что он говорит, надо вкладывать в те проекты, которые принесут что-то, ну, то есть, принесут, по сути дела, какую-то прибыль. А я ему усиливаю, говорю, смотри, ну, мало того, что, ну, вот, есть какие-то деньги, которые можно под 0% взять, а представь, что прибыль не будет, ну, то есть, бизнес не будет приносить прибыль. В этом-то на самом деле и есть социальная ответственность, это когда бизнес делает так прибыль, ну, то есть, так бизнес делает, чтобы прибыли не было. То есть, цена настолько справедливая, цена, вы вообще понимаете, что основная это цена, то есть, цена настолько справедливая, что она себестоимость, все. То есть, вы покупаете в итоге эту продукцию по себестоимости, прибыли нет. Спасибо. Прибыль в пользу. Спасибо, спасибо, коллеги. Сейчас мы высказываемся в пользу выступления Дмитрия. Андрей Николаевич, дай вам слово. Я, отвечая на вопрос, безусловно, я перевел бы свои деньги в такой рода банк, такой проект, если он имеет, во-первых, инфрациональную поддержку, то есть, он государственный. И государство страхует мои риски существования этих денег-то. Ну, на самом деле, мы говорим, что такие инструменты можно создать. Это безусловно. И, конечно, я бы вкладывал эти деньги, или банк вкладывал, или было такое-то консолидированное мнение, это в то же самое молочный завод, в котором я имею долю этого завода. Вот. Прибыльное, неприбыльное. Ну, это по первой части. То, что я хотел отнестись к выступлению, я хотел просто обратить внимание на то, что вывисчислять можно не только финансовые средства, но и, например, ресурсы. Например, человеческое время, то есть, труд. У нас большая проблема с безработницей. То есть, он может вкладывать не только деньги, он может вкладывать свои ресурсы, свою землю, свой трактор. То есть, тот ресурс, и самое главное, свое рабочее время. Я хотел сказать, еще отнестись по поводу малых городов, например, 20 тысяч человек. На самом деле, речь идет о использовании в этом сообществе денег только в том случае, если они покупают что-то вовне. То есть, деньги для этого города вообще использовали, когда они покупают некий цемент для строительства молочного завода, а цементного завода внутри этого городка нет. Когда он тратится все расчеты внутри этого сообщества, они фактически клеерингуются, то есть, они взаиморачиваются, зачитываются. Включая, кстати, рабочее время человека, который работает в магазине, на предприятии и так далее. Если ему нужно купить автомобиль вовне или поехать в Турцию, куда-то еще отдыхать, то ему нужно что-то вовне покупать. Поэтому эту модель, просто ее можно немножко расширяться. Да, и, кстати говоря, потом могут консолидироваться два города и так далее для создания расширенных автомобилей, внутри которого как бы деньги нет. Тут есть расчет на все. Хорошо. Коллеги, у кого есть еще выступление? Руку. Пожалуйста. Ну, вот как раз к второй части выступления Дмитрия, у меня большой коэффицизм такой внутри. Потому что я работал какое-то время директором банка давно-давно, и себе представляет, что такое банковская деятельность. Что такое кооперация? Все, что касается кооперации, я прям двумя руками за. Она у нас недооценена в связи с тем, что в обществе существует глобальная проблема взаимного доверия, поэтому их организуют очень мало и нет. Но для цели кооперации супер. Но если мы хотим подменить банковскую систему, систему кооперации, мы прямо на третьем выступлении Андрея Николаевича сразу же и упираемся. Он говорит, я бы туда, если государство обеспечит, Трампа вам все. Резервирование для цели невозврата, неплатежи кого-то. Это, значит, нужно учесть в проценте. Серьезиски в проценте. Ну, е-мое, ну, слушайте, ну, мы давайте, мы сейчас, ну, это слишком наивно. Если 20 тысяч человек, значит, нужно построить предприятие, банк, как предприятие. Операционисты, директор, ответственный, Трампам-пам. Куда мы денем недобросовестность этих 20 тысяч? Это идеализация и так далее. Ну, короче, тык-тык-тык-тык, и он получается банк. Я, когда возглавлял вот такусенький банк, вот такусенький маленький банк, региональный, в горах, не знаю где, да, там. Я считал, сколько мне необходимо в то время было выдать кредитов, для того, чтобы покрыть себе стоимость. 3% получалось. Ну, когда я накладывал этот же свой алгоритм на территориальный банк Алтайского края, там получалось уже 0,5%. Почему? Потому что, ну, тогда не было вообще проблем с резервированием и так далее. Поэтому, ну, давайте не будем, это, как сказать, это очень разные виды деятельности. Банковская система, да, она более справедливая, менее справедливая и так далее. Это одна история. Другое дело, это кооперация. Кооперация, это, как раз, взаимопомощь, это когда мы друг друга все-таки знаем как-то и так далее. Если нет, то тогда она сразу начинает усложняться. Причем усложняться разными институтами. Одному нужна гарантия, другому сумма, выходящая за пределы наличия этих денег, сохранность этих денег, ну и, ну все, это уже... Нет, ну, можно одним словом буквально, одним. И речь идет, конечно, о создании кооперативного банка, который должен запускать проекты развития. Это кооперативный банк со всеми делами. Опять же, благодаря тому, что мы жили в маленьком узком районе, мне приходит представитель кооператива, у него магазинная кооперация советская была, и говорит, я хочу построить птицефабрику. Мы с парнем, который в РКЦ, в подразделении Госбанка, посчитали, мы говорим, не летает. Он убедил, что здесь куриц нет у нас в районе, в горах, тут все по приоду, смотри, яйцо стоит 10 копеек, курица стоит 2 рубля. Ну, прибыль. Мы его не убедили на наших расчетах. Он взял в другом месте, все это дело накрылось медным тазом. Если не будет системы оценки рисков, трам-пам-пам-пам-пам-пам, и пошло-поехало, то вот эти все участники кооперации, в которых не 20 человек, а 20 тысяч, непременно придет к тому, что появится проект, который накроется медным тазом. И, значит, все члены кооператива потеряются. Спасибо. Алексей. Вас конец. Сергей. Вот Сергей такую очень важную вещь сказал, что препятствием на пути реализации этой схемы является недобросовестность, да? Да. И второе, что кооперацию возможна тогда, когда мы знаем друг друга. И заметьте, недобросовестность не обязательно умышленная. Я понимаю, да. Алексей, можно тезисно? Тезисно. Значит, просто, насколько я понял Дмитрия, идея состоит в обобществлении вот этих вот неиспользованных финансов, по двум осямам. Это личные деньги вкладчиков, то есть конкретные люди объединяются в оператив, в боевое товарищество, и предпринимательское сообщество. То есть, если мы будем исходить из того, что хотя бы один процент людей, все-таки люди добросовестные, да, 99 недобросовестные, ну, так мы будем полагать, то это один процент в масштабах, что с этой стороны это уже полтора миллиона человек. Вопрос, как мы этих добросовестных людей из 150 миллионов вытащим? Очень просто. Есть система под названием Facebook. Если у нас есть хотя бы 100 человек, авторитетных и заведомо разумных людей, да, то по системе их личных связей мы можем этот один процент легко вытащить. и предложить им эту схему как возможность взаимодействия. Невозможно. По предпринимательскому сообщу то же самое. Если один процент предпринимателей разумные люди, то они не смогут не отозваться на вот этот посыл. Если мы их приглашаем... Например, человек, который сказал директору, я ему кредиты давал для банк, для магазина. Нет, но понятно, что здесь должна быть особая система экспертизы, там, оценки и так далее. Это как бы не обсуждается. Это институт. В принципе, что если мы ориентируемся на один процент предпринимателей и на один процент респондентов Фейсбук, то это вполне достаточно масса исходных людей, чтобы вот эти все эффекты, о которых говорит Дмитрий, получить. Спасибо. Лев? Однозначно на уровне такого чувственно-эмоционального поля идеи резонирования. То есть можно вкладывать туда деньги, а готовить туда свои какие-то личные деньги вкладывать. Я тоже работал в банковской системе долга, понимаю все внутренние транзакционные издержки, они очень велики. Вот. И в этом смысле, мне кажется, что... Ну, то есть мне какой вопрос интересен, это как этот абсолютно благой и полезный принцип кооперации, взаимодействия можно применить в России в сегодняшнем дне. Это отдельная сессия, поэтому я думаю, что мы говорим в России. Ну, а дальше что-то я прошу. Коллеги, если еще... Так, Михаил. Мне очень короткое замечание, Дмитрий. Это модель, когда все хорошо, до тех пор пока все хорошо. Совершенно не проанализировано, как только первый же раз. Вот добросовестные ребята организовали птицефабрику, да, но ровно в ту же самую секунду из соседнего Новосибирска привезли избытки их куриц и вытоли на рынок ровно в тот же момент. И все планы птицефабрики, несмотря на то, что все было сделано числейшим образом, пошли прахом. В эту секунду надо на кого-то списать убыток. И вот тут-то и начнется все недостатки кооперативной модели. Мне кажется, автоматически мы сразу перейдем к первой части, в которой говорится, что и черное, и белое всегда присутствуют. Невозможно сделать, что это каждый раз только белое. Совершенно верно. Сейчас, коллега, хорошо. И второе, я вам напомню исторический просто сюжет. Банки исторически выросли из меняльных контор в мировом масштабе, а вот страховые компании все выросли из общества взаимного страхования. И тем не менее, их эволюция общества взаимного страхования была в публичные страховые компании. Я все-таки введу обратно эту систему эволюции. Почему? Потому что очень важно, потому что я ее ввел в первом вопросе, так как она была нужна во втором. Дело в том, что и банки, и страховые общества это временные какие-то вот какие-то соорганизации, которые и соответствовали эволюции того периода. То есть, именно в тот момент это и было возможно. Сейчас мы подходим к другому взаимоотношению человека с человеком, потому что сейчас подходит та часть, почему не рабочим, почему кризис, то есть банков, а в чем он заключается? В том, что он, в принципе, достиг своего какого-то эволюционного предела, и вот то, о чем мы сейчас говорим, оно уже не дает дальше ему ничего делать. Почему? Потому что здесь другая форма доверия должна развиваться, включаться и срабатывать, когда человек вкладывается в другого человека, считая другого человека своим конечным потребителем. То есть, вот здесь надо все понимать. Вот система, то, что говорил Дмитрий, вот этого конечного потребительства, когда я не становлюсь собственником завода, эксплуатируя всех, когда я становлюсь собственником своей какой-то вот креативной части, которая никого не эксплуатирует, кроме меня, то есть и дает возможность другому быть моим конечным потребителем, и я ему уже не могу продать карандаш без грифеля. Почему? Потому что он придет ко мне и скажет, карандаш без грифеля, а прямая ответственность там не на том, кто владеет заводом Toyota, то есть он не знает, знаете, что там отозвали еще 250 миллионов машин, потому что там какой-то дядя Вася в Таиланде шланг не так сделал. Для Toyota там не важно, то есть Toyota сделала машину, то есть а кто-то сделал и так шланг, и там начинается вот этот поиск вообще там 25 уровня вот этого принятия, а здесь я никого не ищу, то есть я пришел к Дмитрию и говорю, извини, то есть вот тебе новый карандаш, вот в нем грифель, и я дальше никак, у меня нету другой зоны, скажем так, вот люфта, кроме того, что следующий будет моим конечным потребителем, и в семье, и в обществе, и в государстве. Спасибо, Дури. Коллеги, у нас есть люди, которые еще первый голос на зале? Да. Добрый день, меня зовут Тепутарев Назим, правильно ли я понимаю систему спикера, что, например, по предложенной системе спикера, пример, грубо говоря, без городов, без всяких, Единая Россия собирает членские взносы, хорошо, опора России там, у них 5000 рублей каждый год, да, например, собрала членские взносы со своих 300 тысяч человек по всему миру, да, по всем ячейкам, положила в банок эти деньги, живет, функционирует и разбивает коммерческие проекты на проценты. Тот человек, кто хочет вернуть свои деньги, автоматически выходит в составе опоры России, тот человек, который хочет, хочет разбивать свои проекты более, ну, таких масштабных, на федеральном уровне, на международном уровне, должен повысить свой взнос и тогда у него открывается некая, некие такие возможности для содействия со стороны операции. Отвечаю, ну, я еще раз хочу напомнить, да, что вот этой истории ей больше 12 лет, да, поэтому, как бы, опыт возражений, обсуждений, он огромнейший, просто огромнейший, все, все, как бы, ну, на самом деле, я очень рад, я чувствую, что я расту, потому что, ну, сегодня и степень понимания, и степень восприятия, она относительно очень высока. Значит, очень рад, что здесь у нас присутствуют профессионалы банковского рынка, отвечаю сразу, да, как бы, банковским технологиям данный механизм прекраснейшим образом знаком. Называется система управления ликвидностью, кэш-пулинг, да, но с одним, с одним но, он работает только внутри холдинга. Вот это тот же самый кэш-пулинг, развернутый для всех желающих. Пожалуйста, дорогие банки, внедряйте это как услугу. Альфа-банк что-то дергался в этих направлениях, но побоялся в итоге, как бы, но, тем не менее, есть энтузиасты, там, вот, сейчас там некий мир банк, есть, но мелкий, но он что-то такое пытается делать. Может, сделает, посмотрим, наблюдаем с огромнейшим интересом. Значит, другая аналогия, очень хорошая, как бы, если говорить экономической терминологией, да, ну, вообще, как бы, это просто внедрение обычного, нормального финансового менеджмента, то есть, задачи управления ликвидностью, но, да, здесь заменена цель, если любой финансовый менеджер любой корпорации, у него задача, как правило, в 99% случаев, она тривиально туба. Давай прибыль на капитал, вот тебе капитал, давай прибыль с него. Хоть там, если наркотиками торговать, хорошо, точно не поймать, точно, давай, но, как бы, да, я не утрирую, конечно, немножко, но, да, фондовые рынки, куда угодно, используйте любые механизмы. Вот здесь все то же самое, но только с четкой, с четкой, между людьми, которые готовы подписаться под четкой установкой, что все это пойдет в реальный сектор, да, вот мы это делаем, мы собираем, обесчисляем эти финансы, только для того, чтобы валить их в реальный сектор. Вот не отдадим ни копейки в фондовые рынки, вот хоть нас и стреляй. И поэтому, очень, конечно, хорошо, и само естественным образом просится, и как вариант применения, это территориальное, муниципальное развитие. Потому что у этих людей, ну, если они в своем уме, да, и, кстати, почему, извините, да, да, договорю, потому что они, естественно, должны, по крайней мере, хотеть развивать свою территорию. Ну, это же здорово, будет чисто, будет красиво, как минимум. Экология будет хорошая, ну, супер, мотивация, понятно, более-менее, понятно, да. Но, что еще очень хочу сказать, почему я это вот не отдельно рассказываю, а вместе с первой частью, потому что, конечно, конечно, вот внедрение таких систем, оно, безусловно, связано с трансформацией сознания и ростом человека. Это вот не на человека, который хищник, ему прибыль, деньги и все, и чтобы, сначала, корова сдохла. Вот не для них, да, не для них, конечно, а вот людей, готовых к неким более высоким мотивам, пониманиям. Второй, да, второй пример, который плюс к кэш-пулингу, ну, если говорить о, скажем так, механизмах, там, госуправления, ну, это можно считать, что это некое такое межсубъектное казначейство, скажем так, потому что, опять же, технологии очень, ну, те же самые, да, по большому счету, просто целеполагание немножко другое. Значит, дальше могу сказать, что, да, наверное, если говорить дальше, то имеет смысл проводить, конечно, отдельную сессию, потому что здесь готов представить и правовые механизмы, то есть совершенно конкретно, по какому закону, что как будем делать, да, потому что все это проработано, это не такой концепт, какой-то снег, а он совершенно понятный, да, в конкретных механизмах, чего и как делать. С точки зрения риска, да, безусловно, но только не совсем согласен с тем, что все это работает до первого провала. Нет, главное, что люди должны обладать информацией четко и понимать, куда и зачем они идут. Мы им должны заявить, что, ребята, в случае, если, да, происходит А, значит, будет Б, если вот происходит С, так, риски, да, конечно, бесплатным оно не получится, потому что, да, паршивая овца появится, да, проекцию провалит или просто украдет, не обойдется без этого никак. Ну, как бы, вот, о чем мы с Сергеем, который, собственно, изначально эту концепцию предложил, я его, правда, очень здорово там в чем-то перелопатил за эти там, ну, у нас с ним до сих пор идет принципиальный спор, потому что он говорит, что эта система может работать только на доверие. Я говорю, нет, на доверие ничего работать не будет. Ну, потому что, да, по той простой, известной, к сожалению, истине, что, когда за столом идет игра на доверие, всегда находится один человек, у которого сразу начинает фишка переть, вот в этот момент, как только решили играть на доверие, да, поэтому, ну, нельзя ее полностью, оно-то, конечно, должно, оно благо, его надо воспитывать, это есть цель, в конце концов, то есть, суперконцептуально, я абсолютно подписываюсь, Сергей прав, он как бы, ну, безусловно, но с точки зрения конкретных механизмов, ну, на самом деле, здесь тоже все тривиально, и теми же самыми годами отработанными, механизмами кооперативными, все понятно, это, безусловно, личное поручительство, каждый человек заходит через личное поручительство, и мы через личное поручительство устанавливаем лимиты, вот, например, я говорю, что, вот, Андрей готов зайти, нужен поручитель, я хорошо, сколько я готов поручиться, я говорю, вот, всем, что у меня есть, вот прям пишу, всем, чем у меня есть, готов поручиться, еще один человек заходит, а вот, тоже мой знакомый, его, ну, 50 тысяч поручусь, больше нет, все, у человека есть лимит, ну, у человека, у организации, значит, у Андрея есть лимит, столько, сколько у меня есть, плюс его собственные внесенные средства, понятно, если есть еще поручители, как бы, можно там через поручительство вторых уровней, то есть, те, кто, за кого поручился Андрей, я там, какой-нибудь, два процента, тоже за них, такой бэйс-бармитринок, ну, то есть, как бы, ну, вот так, на самом деле, это все повязаны этими поручительствами, и четко понимают, что будет, если вот Андрей сбежит с нашей кассы, если я, 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 это, конечно, спасибо, за, бесплатная, конечно, нет, она, конечно, спасибо, за, затрату, ну, это, IT решаемая, значит, с курами ничего не было, не получится в этой схеме, потому что она не являет эти куры, так сказать, опасностями, потому что куры не будут пущены, потому что удар в этими курами, внешними внесенными, будет по всем членам этого города, поэтому, скорее всего, они пустят, а возьмут свои куры, потому что мы их вкладчики, это первое. Я уже сказал слово институциализация, не, не, не сможет взлететь РКОРУ, с кооперативного общества, и вообще эта модель, если не будет институциализированы главные компоненты, первая компонента, это банк развития, корпоративный банк проектного финансирования, это должно быть в рамках госзаконодательства, но внутренние процедуры, кэшпулинг, импакт инвестинг, по Чернышеву обещание, сейчас, еще буквально, это первый суд, второй, это институт взаимного страхования, потому что риски существуют всегда, и он должен работать, третий институт, это система информационного обеспечения и управления, она минимизирует транзакции, транзакционные издержки внутри всего этого, и возможность укрупнения, когда город присоединяется городу и другой город, а внутри, как я уже сказал, имеется полный клиринг, то есть, мне надеять им уже только вовне, да, и третий институт, это институт безопасности, просто прямой физический, и юридический, по четыре института могут удерживать эту ситуацию. Надо эту систему запускать, немедленно, просто, потому что она действительно разумна, она востребована, и она, и все для того, чтобы ее запустить, есть чем запускать. Запускать ее по двум осям, запускать в поле индивидуальных пользователей, скажем так, через сеть Facebook, и запускать в поле компаний, корпораций, через те союзы, на которые у нас есть выход, у нас есть выход, на этот союз, как глупых предпринимателей, ну и так далее, у нас есть очень много уже объединений предпринимательских, где есть нужный уровень доверия, который можно включать не индивидуально, а массово в эту историю. Главное предложить им разумные механизмы со страхованием, со всем тем националом, который, я так понимаю, что у людей хорошо продуман, и он есть, и все ответы есть. Потому что, плюс к этому выступлению, которое было, еще было разослан текстом, там более подробно это все описано, там просто есть совершенно очевидная необходимость запуска вот в этих задач развиться прямо завтра. Спасибо. Отличная система, только, только где гарантии, что есть человек, что есть все люди, все акторы внесли свои финансы, где гарантии, что они не захотят уже получить больше на свои проекты в раз. Я по-прежнему благодарность за первую и вторую половину. Вторая половина, я так скажу, все живое прорастет. А про первую половину у меня просьба где-то найти какую-то площадку, в рамках этого, то есть я служу по Facebook и буду рад в следующей встрече для того, чтобы развернуть ваши мысли и чужие мысли, которые вы используете и как-то про это поговорить. Мне кажется, это основа для вопросов общего развития всех. Спасибо. Прошу. Спасибо. Я очень благодарна за дмитрию, я очень благодарна очень благодарна по поводу второй части. Мне, конечно, это очень интересно и в случае взаимодействия должно быть развитие, по связи с деятельностью сообщества, в жилой коронавирус, причем не бывает не спрашиваю. Единственное, очень много вопросов о жилой реализации. Спасибо. Юрий, мимо Ваши. Дмитрию, естественно, специально благодарна с тобой, наконец, стал живым, а не сетевым автором. То есть, это как бы надо похлопать. Преодолел себя. Вышел в живое развитие. Тут же он сказал совершенно потрясающий слоган, который предлагаю использовать для всех наших собраний. То есть, наверное, по Фрейду, но он его сказал. Он сказал, раз я тут, то я расту. Все, кто тут, все растут. Ну, вот, дальше можно играть. Ну, там два раза «ра», я его сразу как-то так зафиксировал, поэтому, извини, то есть, не сгугятил. Я только за. А с другой стороны, мы как бы зря ломаем копию. Вы понимаете, есть целые государства, где эта система уже настолько опробована и работает, что мы просто в силу своего элементарного невежества этого не знаем. Прямым примером является Япония, где, если мы внимательно посмотрим все их корпоративно-банковские системы, как они внутри работают и какие ресурсы открыты внутри вот этих всех систем. То есть, если мы берем ту же самую компанию Митсубиши или там любимую компанию Льва, то есть, Таёп, которая будет в живом развитии уже участвовать, через мацушито, то фактически вы видите, что вот эти вот капиталы, которые для нас выглядят, как какие-то банковские заемы, там, и вся эта банковская система, которая снаружи выглядит банком, внутри является вот такой абсолютно социально-доверительной системой работы тех больших уже объемов людей, которые вовлечены в это производство. это является как раз системой первого потребителя после тебя, то есть, она вся как-то если будет следующая встреча, то хотелось бы, чтобы Юрий вот это и развернул вместе с вами, как указал реалистичность этого масштаба. Александр? Мне очень понравилась сегодняшняя встреча, и я хотел бы, чтобы на следующий момент мы определились, чтобы у нас не было ограничений, а вот просто сели, да, вот так вот, и каждый высказывал, что у нас есть всякий регламент. Мы просто надеемся, что сегодня будет. Александр, закончили? Спасибо, Александр. У меня есть вопрос, Дим, смотри, все-таки это к банковскому, как не крути, сейчас, сейчас рефлексия и вопрос сразу. То есть, а все-таки какова себестоимость, вот, все равно, это некий аппарат, то есть, все равно, себестоимость этой деятельности все равно есть. Это очень важно. То есть, не важно, сколько она там, 0,3%, 1%, но важно, что она есть. И за счет чего мы ее собираемся окупать, эту себестоимость. Я вижу в том, что ты рассказал, я разделяю, как бы, на два важных блока. Первый блок, это все-таки хранить деньги, условно говоря. То есть, да, если у тебя есть деньги, ты можешь пользоваться вот этим неким банком, да, но ты ничего не кредитуешь. Ты просто то, что я делал раньше, просто через этот банк делаешь. А второй блок, это, ну, другое совсем. Это когда эти деньги, то есть, вы начинаете кого-то кредитовать. Вот. Это две разные вещи. По поводу кредитования, я уже говорил. Вот, чем, что я сейчас занимаюсь, да, это я как раз создаю модель, при которой я состараюсь совместить кредитора, чтобы он стал сразу акционером того предприятия, которое он кредитует, и только в том случае, если он является потребителем тех товаров и услуг, которые у этого предприятия он собирается покупать. И, в принципе, я сейчас делаю модель, при которой, ну, вот этот акционер-кредитор, он кредитует ровно на ту сумму, на которую он собирается потреблять. И тогда уже этой модели ничего не грозит. Если, в принципе, он, по сути дела, заказал услугу, которую он же потом и собирается ее забрать, то вот все остальные внешние, уже никто никого не обманет, потому что сам себя обмануть он уже не сможет. Некий аванс. Спасибо. Некий аванс. Это называется ипак инвестиции. И вот тогда, сейчас секунду, я никого не перебивал, коллеги, да. И тогда, вот только в этом моменте я вижу, вот в этом моменте я вижу, что тогда моя модель, когда, в принципе, эта услуга не зарабатывает прибыль, ей уже не нужна прибыль, потому что он дал деньги на эту услугу, он получил ее по себестоимости, эту услугу. И так может продолжаться бесконечно. Вот в этом я вижу, так сказать, развитие, ну, поработаем вместе, что называется. То есть я вижу точно, что мне в моей модели надо создавать такой банк, потому что, ну, мы идем по России и нам не хватает сейчас ресурсов, да. Вот, ну, как действительно убедить людей, вот, ну, видимо, как раз тех потребителей, которые эту услугу потребляют, вот они и должны стать. Спасибо. Единственный у меня сейчас какой момент, который я сейчас упёс пока. Я пока не понимаю, как мне сделать так, чтобы вот этот потребитель, да, он был не постоянным акционером и собственником, а только на момент своего кредитования. То есть пока он деньги дал и не закрыл их обратно, он акционер. Как только он деньги свои вынул, он уже не акционер. Ну, понимаешь, да, чтобы тогда у них была мотивация как-то воздействовать на всю политику предприятия. Спасибо. Так, тогда следующая минутка у нас. Так, Павел. Первая часть это как будем жить, как надо жить точнее, а вторая часть это как жить сейчас вообще. И я тут, конечно, с удовольствием бы, если бы, ну, если бы присоединился к этим обсуждениям, высказал свои наработки, с удовольствием представил бы, которые тоже много думал обо всем, записывал, отправил куда-то, с удовольствием продолжил обсуждение. Это первая часть, по поводу второй части. Вот опять много говорю, корпоративное. То есть корпоративное объединение это одно, оно тоже нужно, поддержка. А вот когда уже идешь с обществом, общество с этого, ну, ничего не получает, потому что они делают, они вкладываются в то, чтобы они жили в среде, в той среде, в которой они хотят жить. Или вкладываются в тех людей, которые действительно что-то там такое невероятное, сотворят, то есть помогают. Ну, то есть это внутри того сообщества, которое это будет организовывать, это сейчас, Коль, 20 секунд, а внутри того сообщества, которое будет организовывать, должны, по крайней мере, быть вот эти лидеры, или идеи, или привлекать тех людей, которые действительно могут там, ну, предложить что-то такое, зачем действительно пойдут, чтобы потом вот проект, вкладывайте с него, такие люди за него подписываются. Да, да, да. То есть здесь... Спасибо. Лев, прошу. Я хочу еще поблагодарить Дмитрия и нас всех, что мы собрались сегодня, разделили это пространство. Я сказал, что мне интересно было посмотреть, может быть, не столько с технических вопросов, там, или даже финансов, а с такого целостного подхода, как можно в Дмитрии, на достаточно большом масштабе в России сегодня, вот, где и в том числе на форме жилых городов, где ты будешь вести, как я понимаю, трек, где будет это, в том числе, часть обсуждения, а я думаю, тоже проработать с людьми, которые реально сравненность в регионах съедутся, и, возможно, возникнет интерес к широкой системе. Спасибо. Спасибо. Да, хорошо, спасибо большое. Ну, первое, что я хочу сказать, спасибо большое всем присутствующим за просто тёплую, приятную встречу, на самом деле, правда, спасибо, было очень приятно. Я сейчас быстренько немножко по вопросам, да, про звучавшим, ну, хотя сейчас уже больше вопросов у вас особо не было. Был вопрос Назима хороший, на самом деле, ответ, ну, как бы вопрос, он, потому что, цель. что делать с конкуренцией людей, которые, вот, они участники системы, и все хотят получить на свои проекты деньги. Радоваться. Ответ простой, радоваться, потому что мы переходим здесь от вот такой хищнической конкуренции между субъектами к конкуренции между проектами будущего и наше сообщество, например, городское сообщество, да, вот оно обсуждает, какой проект они хотят больше, какой лучше сделает их город. И тут же, как бы, надо понимать, и надо действительно на этом настаивать, что при реализации этой системы получается действительно общественное благо. И даже проигравшие, скажем так, вот в этом конкурсе, ну, не они, они не проиграли, они не потеряли ничего, но они просто не получили финансовое развитие своих проектов, но как жители этого города они получают блага от реализации этих неких социально значимых проектов, это же здорово, да? Ну, и как бы и вот сама процедура, да, даже, что вот весь город он вовлекается в обсуждение этих проектов, он учится думать системно, ну, здесь очень много косвенных плюс-выводов, так что, в общем-то, ответы такуются. А? Почему город, это не социальная сеть? Нет, ну, это как пример, он просто наиболее, наиболее ярок здесь. Социальная сеть, группа в социальной сети тоже прекрасна, надо двигаться, почему это, конечно, конечно, по формату, по формату, вот я так услышал, что, то есть, интерес действительно есть, я бы предложил, вот это мое предложение, да, может быть, нам надо запроектировать проведение некой сессии, как бы, по обсуждению, ну, данной и сопутствующих инициатив, поскольку их действительно много, но только не то, что мы прямо в следующем мероприятии ее назначаем, а я думаю, что нам, вот в рамках живого развития, вот с Александром, спасибо за то вообще, что он делает, в принципе, и в плане развития бизнеса в частности, потому что, вот ответы на заданные вопросы, они есть, ну, где-то есть варианты ответа, где-то есть просто ответы, и нам бы надо просто внутри немножко еще синхронизироваться, обсудить эти вещи, и не с неким общим решением выходить, плюс к тому же, вот у Алексея замечательная инициатива по созданию модели, аналогичной на базе социальной сети, ну, тоже замечательно, надо над этим работать. Поблагодарим еще раз нашего лектора, и за темно. Браво! Спасибо.